добрый вечер добрый вечер слышно видно пожалуйста напишите по звуку по видео все в порядке спасибо 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 все вижу тогда будем начинать хорошо так значит у нас сегодня с вами вводный вебинар вводный вебинар курсы медицинской астрологии и вот предварительная информация будет такая значит он будет посвящен темам курса вот я здесь пишу на первом слайде то есть мы пройдем по плану курса какие у нас будут темы вот коротко о них скажем и уже коротко дадим информацию о том какие показатели связаны со здоровьем что можно посмотреть в карте хотя конечно более подробная информация будет на самом курсе вот и вот предварительно я должен сделать следующее замечание и замечание скажем так вводные вводные слова о том что сам курс является авторской методикой причем авторская методика здесь использована из натальной еще астрологии и поэтому поэтому могут встречаться некоторые новые названия показателей сами показатели новые я коротко о них скажу но скажем подробно для того чтобы на них ответить это эта информация будет конечно на курсе вопросы пожалуйста в чате пишите я чат вижу на все вопросы буду отвечать насколько возможно у нас по времени на все вопросы отвечу вот и мы пройдем по всем темам комментарии по новым показателям я буду давать и в конце занятия мы разберем с вами пример я дам пример пример разбора натальной карты с диагнозом то же самое по поводу примера там будут использованы показатели и методы может быть не очень сразу сходу понятны хотя я слайды сделал достаточно подробная последовательная вот и я на вопросы все отвечу вот но это вот такой получается ознакомительный вебинар и по теории которые там будет по новым показателям и по варианту разбора примеры да то есть постараемся постараемся максимально максимально скажем так охватить вот содержание этого курса вот ну давайте тогда будем начинать будем начинать итак первые первый слайд до материал материал будет достаточно плотный поэтому мы мы сделаем мы сделаем перерыв где-то через час минут на 78 сделаем перерыв и продолжим потом ну вот вроде организационно все давайте тогда будем начинать итак первая первая информация план занятий первая тема которую мы будем разбирать на занятиях на первом занятии это общие принципы анализа натальной карты в концепции я пишу астрологической мастерской поскольку сразу предваряю вопросы если будут где есть источники где это можно почитать но пока пока издание не было они готовятся издания этих методик и поэтому я могу просто ответить на вопросы и вот ответить более подробно в курсе поэтому сразу это предваряю вот какие принципы мы будем учитывать как приоритетные сразу скажу не первый первый принцип дополнительности на что вот хочется обратить внимание первое не вся информация личности содержится в натальной карте вот эти вещи в целом известны но мы обязательно о них должны напомнить и сделать акцент ну самое первое вот пол понятно это учитывается всегда конечно мужская или женская карта обязательно потому что мы акцентируем соответствующие планеты но кроме этого кроме этого смотрите у нас есть этнос и может быть не такая важная информация характеристика но я дальше в слайде покажу один из примеров какие достаточно разные могут быть показатели в картах дальше группа крови которые тоже четыре группы крови они связаны с четырьмя стихиями и соответственно когда мы делаем баланс стихий то с учетом группы крови этот баланс становится поточнее баланс будет поточнее и нам как раз эта точность достаточно важно особенно когда мы занимаемся медициной вот период беременности период беременности или 7 месяцев или 9 месяцев эта информация тоже она будет связана также с уровнем стихии И она тоже влияет на баланс стихии. На баланс стихии, можно сказать, если уже здесь даже конкретно говорить об этом, сразу скажу, что темы медицинской астрологии взяты не только из традиционной западной медицинской астрологии, но также из европейской традиции. Это антропосовская медицина Рудольфа Штайнера, и там есть некоторые различия по стихиям, хотя они не приводят к разночтениям в карте. Поэтому с точки зрения антропосовской медицины Штайнера, тема легких, как ткань, если мы их говорим, она связана будет со стихией Земли. И потом достаточно много можно здесь приводить аргументов, я о них буду говорить, но в свое время я дам отсылку к книге одного из учеников Штайнера, тоже врача, сам Штайнер был врачом, где как раз говорится об этом соответствии. Так вот, ситуация, если дать конкретную информацию, ситуация следующая. Если ребенок 7-месячный, мы забираемся в эмбриологию, смотрим, какие органы формируются в последние недели беременности, в последние месяцы. И ответ здесь конкретный. В последние недели формируются легкие дыхательные системы. Поэтому, если мы знаем факт эмбриологии рас, знаем факт соответствия легких стихий, в данном случае Земли, то мы можем сделать следующее. Если ребенок 7-месячный, мы к балансу стихии в натальной карте делаем минус-минус Земля. Если Земля в карте выражена хорошо, то это сильно не повлияет на баланс. А вот если, допустим, земные знаки пустые и плюс еще 7-месячные, тогда тема, дыхательная система, она входит в зону риска. Вот такая история. Там группы крови тоже самое. Группы крови с Землей связана вторая будет группа крови, с воздухом третья. Я пока так называю, опять же, захочется спросить, почему, как. Но это все очень-очень большие блоки информации. Причем, еще раз говорю, с отсылками и к Штайнеру, который очень плотно занимался именно медицинской астрологией, и к другим источникам. Поэтому здесь можно отдельно, конечно, этому посвятить занятия, источникам, аргументам. Пока я просто говорю уже по фактам. Поэтому третья группа крови связана с воздухом. То есть, смотрите, в итоге что получается? У человека в карте мало Земли рас. А если мало Земли, значит, антагонист у нас воздух, значит, это сильный воздух. То есть, воздушные знаки, допустим, заполненные, земли пустые. Раз. Второе. Он семимесячный. Он семимесячный. Минус земля еще раз. У него третья группа крови. Еще раз минус земля плюс воздух. То есть, набирая эту информацию, которая не входит в карту, мы получаем более точный баланс стихии. И, соответственно, определяем гораздо большие риски для дыхательной системы, чем просто глядя в карту. Вот. Такой пример, например, можно взять. Вот. Группа крови, период беременности. Образ жизни, конечно, который человек может выбирать. Обратим на это внимание. Да, он может выбирать. Если человек не выбирает карту рождения, как не выбирает родителей, это понятно, да? Хотя, с точки зрения кармической астрологии, здесь кармическая астрология отчасти даст, конечно, иной ответ. То есть, как формируется у человека натальная карта, это тоже отдельный вопрос. И он, конечно, связан с состоянием человека в предыдущей инкарнации. То есть, сегодняшним днем мы формируем следующую инкарнацию. А более подробно, как и что, откуда берутся эти стихи, вот, сетка домов, это все изложено в курсе кармической астрологии. Так, ну, параллельно я буду успевать отвечать на вопросы, потому что чат быстро проскакивает. Автор книги по медастрологии, да, Хольцапфель, Хольцапфель, формирующий силы астрологии. И сейчас я сразу его напишу. Хольцапфель. Формирующие силы органов. По-моему, название такое. Формирующие силы органов, да. Хольцапфель, формирующие силы органов. Вот, вот, сразу отвечая Елене, почему земля для легких, я вот еще раз повторю, я в самом начале сказал, что будут некие различия, но давайте я сразу отвечу, я четвертая группа вода, четвертая вода. Давайте, я пока, видите, так получается, безапелляционно даю эти показатели, но за ними стоит все-таки достаточно большой аргументированный блок информации. По поводу воздуха давайте я сразу расскажу, раз вопрос возник. Я обычно всегда этот эпизод рассказываю, курьезный. Я в свое время работал в Центре аюрведической медицины. Меня пригласил в Центр аюрведы Игорь Иванович Ветров, ныне покойный, вот, достаточно известный. Он сказал, давай ты почитаешь медицинскую астрологию, вот статусы свои по медицине, которые ты ввел. Я говорю, да, хорошо, только давайте Игорь Иванович, я ему говорю, договоримся, у нас могут быть разные концепции. Он говорит, ничего не надо, мы все учились по одной школе, ну, тогда была в основном школа вот Глобы и филиал это Рыжова, где я учился. Я говорю, ну, я предупредил вас. И вот я читаю, соответственно, материалы, у него большая аудитория, человек 80 где-то, вот, и когда я называю на соответствии легких стихий Земли, вот, так же, как я сделал сейчас, вот, то у вас вот возник просто вопрос, а Игорь Иванович там вскочил на заднем ряду, он сидел, стал какие-то мне знаки делать, что-то показывать. Ну, я дочитал, соответственно, этот блог, вот, перерыв идет, он говорит, Павел, Павел, как ты можешь так говорить, мы же все учили, все одинаково. Я говорю, Игорь Иванович, я предупреждал вас, давайте договоримся. Он говорит, я врач, я работаю в астрологии медицинской уже много лет, у меня все сходится, легкие это воздух. Я говорю, я, к сожалению, большому не врач, хотя хотелось третье уже образование естественное получить, одно техническое, второе гуманитарное, и третье хотелось вот естественных наук, не вышло. Я говорю, ну, у меня тоже получается, и это не мои разработки, это разработки врача антропосовской медицины Рудольфа Штайнера. Он говорит, ну, как же так? В итоге, смотрите, разрешилось все очень-очень просто. В традиционной вот западной медицинской астрологии говорится, что если у человека сильный, сильный, внимание, сильный воздух, у него, соответственно, слабые легкие. Что говорится у Штайнера? Если у человека в карте слабая земля, у него слабые легкие. То есть, понятно, да? То есть, ситуация разрешилась самым курьезным образом. Это одно и то же. Если сильный воздух, значит слабая земля. Вот, просто речь у Штайнера идет о том, что земля здесь связана именно с тканями, которые связаны с легкими. Это самый холодный орган внутренний в организме, это хрящевые ткани, которые образуют и бронхиальные кольца, хрящевые плотные ткани, ну и там и так далее, и так далее. Вот у Хольцапфеля вы можете это прочитать поподробнее, он там дает все очень четко с точки зрения медицины. Вот чем хорош Штайнер, скажем, с точки зрения эзотерической медицины, что там идут очень конкретные, точные связи и параллели, скажем, символических обозначений и органов. Иногда их не хватает в других источниках. А здесь вот этим он, конечно, поражает и материал очень рабочий. Вот, поэтому вот такая история. Поэтому сейчас много будет таких, может быть, отличий, да, но на курсе я постараюсь аргументы дать, но основные аргументы у нас даются, конечно, на первом курсе, где идет вот много авторских наработок, и они иногда дополняют, иногда отличаются от базовых. Вот. Ну, продолжим дальше. Продолжим дальше. Вот. То есть, еще раз скажем, что вот образ жизни действительно человек может выбирать, да, то есть, и вот это коррекционный уже элемент. Не говоря уже, вот смотрите, дальше я пишу, не говоря уже об отношении к событиям, которые здесь никто не ограничивает, кроме него самого. То есть, астролог, смотрите, что вы, астролог может предсказать событие, что с человеком случится, когда, где, какого рода, все это, пожалуйста. Но как человек отнесется к этому событию, здесь уже можно только очень-очень предполагать, потому что это все-таки находится вне жестких показателей карты. Вот. Это может быть обусловлено, но оно никак не закреплено. Ну, вот с точки зрения той концепции, в которой мы работаем. Вот. Поэтому, поэтому вот этот показатель, здесь я могу привести книгу вот на этот счет, с точки зрения фатальности, да, степени фатальности и свободы. Давайте еще напишу тоже. Это автор Ананда Кумара-Свами. Кумара-Свами. Вот. Вышла его книжечка, у него несколько уже книг у нас выходило «Время и вечность». Личность. Вот здесь содержится очень хорошая информация именно с точки зрения понятия кармы, не такая упрощенная, как она у нас принимается на Западе. Он сам индиец, достаточно большой ученый, знал 16 языков, индийскую традицию, работал на Западе. Ну, традиционалист вместе с Рене Геноном, автором из этой же, соответственно, группы исследователей. Поэтому вот там, там достаточно подробно написано, какие вещи не входят в причинно-следственную цепочку. Потому что иначе, как там написано, не было бы смысла учителям обращаться к ученикам, если все очень предуготовано, если все очень фатально. Да, понятно, это тоже элемент судьбы встречи учителей, обучения, но там речь немножко о другом, да, о выборе. О выборе. Встретить можно, но вот выработать отношения и включиться – это дело другое. Вот. В карте, если мы будем брать конкретно в карте, это соотношение энергии Сатурна в контексте знаков кардинального креста, тоже это отдельная история. Вот кардинальный крест, здесь можно кресты рассматривать, это, конечно, структуры, которые открылись совершенно удивительным образом. Это не только форма действия, тактика действия, как мы их рассматриваем, вот, да, это гораздо глубже. Это уровни и степени разворота реальности от свернутой фиксированного креста до развернутой кардинальной креста, между ними мутабельный, который обозначает, вот, по терминологии Андрея Анатольевича Пилипенко, психосферу. Вот. Кстати, те же самые схемы есть в квантовой физике Дэвид Бом, это импликативный мир свернутый и, соответственно, развернутый, и между ними, соответственно, переходная зона. Вот. Это же есть в арабской философии у Ибн Араби, там у него переходная зона называется «Облако». То есть, по сути, достаточно много серьезных авторов и древних об этом писало. К Авицене хорошо отношусь, но вот еще раз говорю, вот, наиболее такие поразительные тексты из арабской философии, Авицене, там еще медицина, понятно, вот, это вот все-таки Ибн Араби, который дает очень-очень серьезный материал. Вот. Поэтому, поэтому тема Сатурн и кардинальный крест, кстати, смотрите, что интересно. Интересно, когда я сказал сейчас про фиксированный крест, во-первых, знаки фиксированного креста, они связаны с канонами многими, да, вот, сфинкс, четыре части сфинкса, четыре евангелиста, тоже это известная информация, да, с четырьмя животными, там, не только животные, там и ангел, знаки зодиака и так далее. Вот. А планеты, которые у нас управляют знаками фиксированного креста, ну, там, допустим, не все, но вот Плутон, Венера, вы знаете прекрасно, что они имеют обратное осевое вращение, в отличие от других планет. Про уран это сказать сложно, поскольку он практически на орбите лежит. Вот. Но вот этот факт обратного вращения, вот, он как раз говорит о теме сворачивания мира, да, фиксированный крест, как самый такой энергоемкий. Вот. И, а вот мутабельный крест, с точки зрения коррекции, если говорить о медицине, он, конечно, имеет наибольшее количество возможностей. Вот. Поэтому из этих крестов мы берем и две планетки управляющие, да, которые имеют управляющие функции и в натальной карте, там, и в социальном уровне, и в целом Сатурн будет в кардинальном кресте уже давать фиксированную картину. Все, кардинальный крест – это развернутая ситуация, которая у нас дает нам четыре угловых дома, вот, и так далее, и так далее. Вот. А Юпитер, Юпитер будет давать, соответственно, темы возможных коррекций. И вот этой свободы сознания, выбора, понимания, развития, ну и все, что с этим связано. Интересные еще вещи на уровне организма. На уровне организма Сатурн мы можем соотнести с геномом, который был открыт учеными, да, вот, какое-то время назад. Но оказалось, что это открытие не очень сильно помогло в понимании, вот, все-таки, как проявляется этот геном у человека. И чуть позже был открыт эпигеном. Эта структура, стоящая над геномом, да, эпигеном. То есть, здесь очень интересная тема, я сразу скажу два слова. То есть, эпигеном – это структура, которая связана с нанесением меток на ДНК. То есть, в итоге получается, что геном-то есть, ДНК есть, структура известна. Но какие гены будут активированы, а какие нет, вот за это отвечает нанесение меток. И это структура эпигенома. Но это еще не все. Уран, ну, может, смотрите, можно. Давайте я сейчас так скажу, что на самом деле, вот с чего вообще надо начинать астрологию и любые символические структуры изучать, надо изучать с природы символов. Вот здесь вначале кроются корни уже многих ошибок. Потому что изначально символ жестко, внимание, это очень важно, жестко не связан ни с какой проявленной формой. Вот как число, да, вот я говорю число 3, оно же не подразумевает ни стулья, ни столы, ни арбузы, ни монеты. Также и принципы планет, которые мы берем, это же не сами планеты. Планеты сами являются отражениями принципов, вот семи принципов, вот, наряду с другими материальными объектами. И жестко привязывать планетарный принцип или там планету к какому-то конкретному проявлению на материальном уровне, это, конечно, ну, является допущением. Вот это очень важно помнить. А когда эти жесткие связи делаются, забывают о том, что они относительны, то могут быть ошибки. Поэтому с этой точки зрения систем символических и соответствий, допустим, планет, там, геномы, эпигеномы, прочим, может быть много, может быть несколько. Они могут быть дополнительными, потому что не забываем, что тема символа, она голографична природой, да, то есть часть содержит в себе все целое. И поэтому мы, например, соотносим сердце там с огнем, со знаком льва, но по сути там будут все четыре стихии, и там будут даже все 12 знаков, если мы его берем отдельно, рассматриваем. Вот в чем дело. И когда формируется система, то, соответственно, она формируется, акцентируя, акцентируя в каждой части, в каждом органе вот те или иные функции, о которых бывает несколько, я об этом буду говорить. Вот. И мы можем получать разные системы, так же, как система домов. Вот. Просто очень важно между собой их связать. Вот. Поэтому тема, пожалуйста, но здесь смотрите, Юля, смотрите, что, пожалуйста, уран, но вы, что нужно, если мы сказали какой-то, вот это, наверное, эпигеном, наверное, уран, это, наверное, это. Но давайте надо выстроить всю структуру, надо выстроить систему, и надо там соблюдать законы системы. Законы системы, как минимум, это все элементы между собой имеют попарные антагонистические связи, и эти пары имеют еще иерархическую структуру, вертикальную, где они объединяются там третьим принципом. Вот. Если она вся будет гармоничная, коррекция, тогда, пожалуйста, тогда, пожалуйста, когда вот начинают говорить, что ой, сладкий вкус, там, это Венера, а где все остальные шесть? Когда говорят там, ой, это фиалочка, это Венера, а где все остальные цветы и планеты? Нужно брать полностью классификацию и делать это очень грамотно и корректно. Вот. Такой, и это может быть не один вариант соответствия. То есть это ради бога. Вот. Поэтому ради бога, ну, вот, тема, тема. Да, септенор, конечно, это можно брать, и это очень глубокая, получается, связь. Вот. Поехали дальше. Поехали дальше. Принцип противоположности. Акцентируя, активируя какую-либо тему в своей жизни, человек одновременно автоматически снижает, подавляет противоположную. Это тоже вещи вроде бы понятные. Да, вот, пожалуйста, качели, один ребеночек пошел вверх, другой вниз, этот вверх, этот вниз пойдет. Это все вроде известно, все банально. Но иногда эти просто вещи забываются, игнорируются. Вот. И в итоге это приводит, конечно, тоже к ряду неточностей, так назовем, да, ряд неточностей. Ну, например, если брать этот канон китайский Дао Дэ Цзин, там же говорится о чем? Чтобы не было, допустим, ничего уродливого, не надо что-то называть красивым. Допустим, если в компании человек делает комплимент какой-то женщине, говорит, вы сегодня хорошо выглядите, вы достаточно так красивы, то одновременно он говорит, что остальные, значит, не такие красивые. То есть мы всегда совершаем два действия. Два действия. Говоря одно и одновременно и включается противоположное. Вот. Это вещи банальные, но вот они достаточно важны. Все, все, отвечу за кожу тоже. Просто в свое время. Давайте, да, вот я по порядочку пройдусь, пройдусь. Значит, смотрите. Причем это все, еще раз говорю, у нас будут примеры. Вот в курсе, когда мы будем заниматься, пожалуйста, с точными диагнозами уже, желательно, чтобы мы, как бы не, я могу там, естественно, зону риска обозначить по карте, возможно, в конце там мы сделаем это, но сначала мы должны посмотреть, как это работает, вот с учетом конкретных диагнозов. А потом, потом, пожалуйста, определять зону риска просто вот изначально по карте. Вот. Поэтому в итоге, если человек имеет какую-то выделенную мотивацию, да, мотивационный центр, или еще даже, скажем больше, на чем-то клинит, то туда уходит вся энергия в соответствующий орган. А от противоположного она, соответственно, отнимается. И в итоге человек вот имеет эти дисбалансы энергетические, которые в большинстве случаев являются причиной болезни. ДЦП, значит, смотрите, внимание, да, внимание. ДЦП, допустим, там, онкология, еще что-то. А здесь ситуация следующая, что мы говорим о возможных вариантах, да. Вот просто вот так вот прописано, что вот это будет ДЦП-формула. Нет. Так же, как у нас многовариантно трактуется символ не только в медицине, но и в других случаях, то же самое здесь будет, скажем, дисбаланс определенных показателей, и потом пойдет список возможных, там ДЦП, там еще позиция, еще позиция. Вот. И, а так сказать, что одна будет, у нас, смотрите, у нас всего 7 планет, у нас там 12 знаков, да. А посмотрите, сколько наименования заболеваний. Вот. И это не связано, допустим, конкретно, что такая комбинация ДЦП, а другая еще что-либо. Там будет тема баланса, в которую будут входить эти риски. Вот. Более дифференцированно точно говорить. То есть здесь, опять же, смотрите, мы занимаемся, скажем так, наукой символической, да, эзотерической. Если мы берем медицину, допустим, вот восточную, да, то есть там тибетскую возьмем, китайскую возьмем, то там же не идет речь об официальных названиях заболеваний. Они же оперируют своими показателями. То есть они говорят о чем? Говорят там сильный ветер, там слабая, скажем, там какая-то еще стихия или еще что-то. Все. И поэтому и корректируют эти показатели. Там никто, вот, в соответствии с терминологией болезни официальной, там, допустим, не делает. Ну, может быть, делают, но им это не обязательно. Поэтому мы просто обозначаем там болезни Венеры. Недостаток Венеры. Что это будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Что из этого будет? А уже это не столь важно. Потому что с точки зрения астрологии, это нарушение вот этого принципа, который мы изучаем. И там с точки зрения астрологии уже не важно, то, другое, третье, пятое или десятое. Вот о чем речь. Вот. Да, по карте мы видим риски заболевания. Абсолютно верно. Заболевания крови. Ну, эти конкретные вопросы давайте чуть попозже. Сейчас я пройду, потому что иначе мы просто будем очень сильно задерживаться. Как корректировать риски. Вот смотрите, вот возвращаемся к слайду. Возвращаемся к слайду. Мы видим, вот эти качели видим, да? Видим эти качели. Говорим о том, что если мы усиливаем одно, мы ослабляем, делаем слабым другое. Соответственно, главный, давайте я отвечу на эти вопросы насчет коррекции. Самый главный принцип коррекции. Изначальный. Это баланс мотивационных центров у человека. В мотивационных центрах, ну, грубо так говоря, что я люблю, что не люблю. Вот это я люблю, это я хочу, это я, соответственно, по определению не люблю, не хочу. То есть, если я куда-то иду, значит, я откуда-то ухожу. Вот в чем дело. Если я себе наращиваю правую ногу, длинную, там, толчковую, хочу прыгать дальше, то у меня же одновременно, смотрите, левая становится короче. Я с ней ничего не делаю, но вот она почему-то становится короче. Это же вещи очевидные. Поэтому ситуация коррекции заключается в том, чтобы у человека все-таки снизить активность вот сильных мотивационных центров и усилить такая перепульсировка, получается, и повысить. Без этого, без этого, все остальное будет очень-очень слабо, временно и неглубоко. Вот. Поэтому главное в коррекции личности, вот я пишу здесь, баланс мотивационных центров, соответственно, показательной предрасположенности к болезни будет их дисбаланс. Вот чем больше дисбаланс, вот. Баланс, конечно, это же основа здоровья и в восточных традициях в любых, пожалуйста. Баланс энергии, баланс энергии, ритмов. Это все вещи тоже известны, просто мы о них должны обязательно сказать. Дальше принцип динамики инверсии. Внимание. В норме противоположные энергии сбалансированы в ритме. То есть вот природном ритме. Если мы берем растения, они утром открываются, вечером там закрываются лепесточки. Животные, если они здоровые, опять же, говорит, тогда все, они в нужное время там ложатся спать, в нужное встают. И, соответственно, у человека питание, допустим, заряд, физическая активность, разряд. То есть это должно все быть сбалансировано. Вдох, выдох. Например, когда человек говорит, смотрите, что я сейчас могу привести пример. Если у человека тема работы какая-нибудь связана с тем, что он много говорит. Когда человек много говорит, у него что получается? У него по определению выдох, выдох, длиннее вдоха. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та. И все. И у нас возникает дисбаланс. Дисбаланс как раз по теме земля-воздух. Потому что тема, когда мы берем вдох, делаем и задерживаем особенно дыхание, да, у нас углекислота, СО2. У нас там возникает элемент земли. И вот углерод, да, включен в эту формулу. И в итоге получается ситуация при сильном воздухе. Человек много говорит, меньше идет времени на вдох, и у него этот дисбаланс усиливается. Поэтому, чтобы усилить землю, мы делаем как минимум вдох длиннее выдоха и делаем задержку после вдоха. Эти практики, которые мы делаем на тренингах, они очень успешны, эффективны. Я сам воздушный, вот, со всеми воздушными заболеваниями был. И все их с помощью этих, то, о чем я говорю, якобы, все испытано на себе. Вот практики, тренинги, они все, в принципе, пройдены. Ну и, соответственно, студенты наши в институте, где я работаю в мастерской, тоже все эти вещи, вот, все эти вещи, соответственно, проходят. Вот. Шансы смотреть на лечение, ну, можно, только, понимаете, астролог по медицинской астрологии должен обязательно взаимодействовать с лечащим врачом. Это обязательное пара и сотрудничество, потому что то, что видит врач, не видит астролог, то, что видит астролог, не видит врач. И они, конечно, очень жаль, что разорвались эти связи, но они должны быть вместе. Потому что астролог должен учитывать реальную ситуацию, вот, которая связана с, там, состоянием пациента, и она ему, конечно, поможет. Вот. У астролога есть свои методы, там, и харарная астрология, конечно, в этих случаях там полезна, да, и просто развороты временные и прочее. Но вот это сотрудничество обязательно, обязательно. Вот. Поэтому вот активным периодом по времени противоположны пассивные, день, ночь, весна, осень. И поэтому у человека эти могут ритмы нарушаться. Например, человек, если захочет, он может не спать, там, три ночи, правильно, вот, и сразу же возникает, понятно, дисбаланс, да. Вот, пожалуйста, вдох, выдох, вот, там, питание, отсутствие физической активности, вот, три ночи не спать, все время быть, бодрствовать. Ну, вот, вот и получается тема дисбаланса, и как следствие болезни, как следствие болезни. Ну, часто не доверяют, ну, конечно, так, ну, а мы, а мы что, доверяем всем специалистам, и сантехникам, да, и плотникам, и всем, кто приходит что-то ремонтировать. Вот, это же тема не только медицины, а астрологии, это, к сожалению, тема любых специальностей. Здесь никто ни от чего не застрахован. Но, ну, все, что происходит, мы не должны забывать, это является, конечно, элементом судьбы, это элементом судьбы. Вот. Да, я знаю, что врачи интересуются, конечно, у меня на курсе, на курсах достаточно часто бывают врачи, это очень-очень важно, это всегда здорово, это здорово, что идем навстречу. Вот. Значит, у человека, у человека с периодами инверсии связаны аспекты оппозиции, которые, по сути, восстанавливают баланс, нарушенный в соединении. То в соединении у человека как раз и идет перекос. Смотрите, если у человека соединение в карте, там, допустим, две планеты, ну, септенровские, имею в виду, или три, допустим, стеллиум, а противоположный знак пустой. Вот представьте себе, это чашечки, да, две чашечки, на одной будет две-три гирьки, а вторая пустая. И, естественно, здесь и возникает сразу клин, да, если вы видите стеллиум в одном знаке, а другой пустой, вот вам уже сразу эти качели, вот здесь балансы. И потом возникает оппозиция, например, в транзите, да, вот, которая, по сути, занимается тем, что она восстанавливает баланс, она включает, активирует противоположный знак. Вот, но поскольку этот аспект напряженная позиция, да, вот, понятно, не сладкий, не сладкий аспект, то процесс восстановления не является гармоничным. Это тоже надо понимать, что ой, ой, в оппозиции так тяжело, такое напряжение идет, но это напряжение другого рода, нужно очень четко понимать. И у меня вот цитата одного из докторов, я собираю информацию, докторов очень много, хороших, знающих, допустим, высокого рода в профессии своей. Вот, ну, это, правда, мануальный терапевт, надо сразу сказать, если вас лечат и вам не больно, вас обманывают. Ну, вот такая фраза, может быть, рисковатая, но, по сути, она вот отражает некоторые вещи достаточно, достаточно точно. Нет, высшее, конечно, использую высшие планеты, высшие. Синострия, да, конечно, синострия, да. Квадраты помогают. Да, тоже, конечно, конечно, помогают, потому что, смотрите, вот у человека идет квадрат. А человеку, что делает квадрат, ну, так коротко забегая, там, в эти, все за собой имеют очень большие блоки информации, аргументации, структуры, теории и так далее. Я пока уже говорю, там, скажем, результаты. То есть квадрат – это единственный аспект, который связан с ростом и развитием человека, который связан с разрушением, отсечением лишнего. Вот, поэтому эта тема, безусловно. Ну, а кто будет убирать то, что человеку мешает? Кто будет убирать его блоки? А позиция, соединение, тринс, секс или ни в коем случае, только квадрат. Поэтому тема квадрата, она очень благотворительна с точки зрения, допустим, она тоже напряженная. И не все люди, может быть, выдерживают такое, да, вот это лечение квадратом. Но тема адекватного проявления квадрата – это, конечно, отсечение того, что уже отжило свой срок. То есть в нашей концепции этот аспект сигнифицируется Кроносом, Сатурном, который пожирал своих детей, да, то есть время, символ времени, когда день рождается и день проходит. То есть сейчас пройдет минута, пройдет час, его больше не будет. Вот принцип Кроноса, пожиравшего того, что он породил, да, время дня, часа. Вот, и поэтому тема квадратуры, она вот как раз может быть соотносится с тем, что уходит. У нас в организме идет процесс на уровне клеток синтез и распад клеток, пожалуйста. А кто будет отвечать за распад клеток? Какой аспект? Тринс, секс или, конечно, нет? Конечно, квадрат. Поэтому на самом деле у человека должны быть сбалансированы, конечно, и аспекты, и планеты, вот если так задавать какую-то идеальную схему, и напряженные аспекты в том числе. Вот, поэтому квадраты помогают, но нужно только понимать. А человек квадратов боится, да, человеку дают такие установки астрологи, что, ой, не дай бог 12 дом, не дай бог 8 дом. Господи, 12 дом, дом глубокого знания, глубокого, к которому человек стремится, он боится 12 дома. Восьмой дом, дом, соответственно, силы, обретения, защиты, а человек боится. Вот, и все перевернуто, и все построено на страхах. Вот, даже у Фроули написано, вот, в одной из книг, я не помню, там где-то, я помню эту фразу, говорит, кто назвал планеты злыми, кто, покажите его. Откуда у них злая природа? Где это случилось? На каком этапе астрологии? Вот, это отдельная история, давайте дальше. Вот, одна из наиболее важных позиции, это позиция урана, как раз. Вот, по поводу баланса, да, инверсия, такая, как бы, базовая инверсия, где, по сути, идет перелистывание страницы, и вот эта вот инверсия карты, мы ее рассматриваем, достаточно мощная, да, которая обнуляет предыдущие программы по своей сути. Вот, в китайской традиции, кстати, вот смотрите, что интересно, в китайской традиции стихи называются движениями. Там, там звучит это так, у, син, пять движений. И вот это я хочу подчеркнуть, что это как раз более правильно, поскольку это подчеркивает динамическую природу. То есть, мы просто назвали стихи и тем зафиксировали. Вот они есть, статика, но это динамика. Карта же, она не остается такой, какая есть. Она меняется. Вот, поэтому, вот это вот тема динамики. Почему, что самое важное, ну, она происходит раз в жизни, она связана с циклом урана, он же, по сути, соотносится с циклом жизни человека, да, 84, если по урану брать цикл, или 90, скажем, по нумерологии, все, вот числовой ряд, он не случайно до девятки идет. Вот, 90, ну, это символически больше, а реально 84, вот, это не значит, что человек не может жить дольше, естественно, вот, но вот этот цикл, цикл здесь очень важен, да, вот, потому что, смотрите, 45 лет, или там 42, вот, половинка жизни, до 42 у человека идут процессы интеграционные в организме, после 42-45 разинтеграция, да, разинтеграция, когда он уже выходит из природы, когда природе он не очень там нужен, там, пошел климакс, пошел там где-то, чуть позже, понятно, там, еще что-то, все, природе человек нужен, пока он, соответственно, является какой-то полезной, там, гетородной единицей, и так далее, чтобы продолжать ее существование, а больше нет, ну, и физически так человек устроит, поэтому практики омоложения, включая, там, стволовые клетки разные, это очень рискованно, потому что это грести против течения, то есть он должен пройти этот период разинтеграции адекватно, максимально, да, то есть вот о чем речь, а не о том, чтобы он повернул время вспять и вернул молодость, конечно, нет, вот, поэтому это такая граница интеграции-разинтеграции. Дальше, дальше, соответственно, принцип альтернативных проявлений энергии, ну, вот здесь и коррекции тоже будут, физические упражнения, продукты питания, виды деятельности, что мы можем человеку предложить, там, много, там большой список, вот, этих, просто у меня мастерская, профиль ее как раз коррекционный, и поскольку я учился сам у Ржова, школа астро-йога, вот, то астрология была там прикладной наукой, главной была йога, наука самопознания и практик, соответственно, которые были, а астрология была помощницей такой информационной сопровождающей, когда что лучше, эффективнее делать, потому что Ржов взял астрологию, и, ну, его группа Анатолий Иванович Иванов, у которого он учился йоге, вот, они заметили, что практики идут в разное время с разным эффектом, они делают те же самые, там, асаны, практики, а эффект разный, и тут был Павел Павлович Глоба, который как раз уже дал им блок астрологический, тогда все стало на свои места, вот, поэтому профиль больше, который меня интересует, он коррекционный, вот, ну, давайте дальше, вот. Теперь смотрите, следующая ситуация, ребённо-рождённая Атека, это тоже разинтеграция, ну, нет, так не скажешь, там сложнее, так, как бы, здесь не будем прощать, вот, порядок анализа карты при рассмотрении любых вопросов, включая вопросы здоровья, определение приоритетных показателей, это самое сложное бывает и в натальной астрологии для человека, период, когда, а с чего начать, а что главное, а какой порядок, вот, мы всё изучили, всё такое огромное количество информации, а как её собрать, вот, как понять-то всё-таки какое-то ядро и что-то, вот, поэтому очень важен, какой порядок принят у нас, допустим, баланс на первом месте, это метод дедуктивный, от общего к частному, от общего к частному, это очень важно, вот, баланс общих показателей важнее баланса частных, это очень важно, то есть, когда астрологи иногда анализируют карту, они сразу, есть там, допустим, всё, диагноз, заболевание, они сразу смотрят в карту, вот, кто-то увидит квадрат, кто-то увидит, там, восьмой дом, шестой дом, чёрную луну, там, аспекты, вот, все начинают говорить, что вот это, вот это, вот это, вот, примерно, как и на картинке этот, вот, да, слона-то я и не заметил в этой, вот, там, басне, да, вот, то есть, видит, рассматривает отдельные аспекты, но, как правило, я сразу скажу, причина, первопричина заболеваний, в том числе, она, вот, как здесь слон изображён, она лежит на уровне крупных структур, она крупная, малые структуры, они уже, как эти, как мышка там, в репке, они являются просто замыкающими, а не триггеры, а главная причина в дисбалансе, допустим, начал, стихи, вот это вот первопричина, а планетки уже там с этими, вот, это вот, а вот такая история, вот, обидно, что миру нужно только для рождённых детей, не согласна, хочу не только в этом быть, я с точки зрения природы говорил, то есть, у нас две составляющих у человека, природа и культура, как культурная единица, человек нужен культуре, конечно, для того, чтобы культура существовала, там вот эти две, два уровня реальности, природные и культурные, которые есть именно у человека, они, на самом деле, конечно, очень сильно и конкурируют, и взаимодействуют, вот, поэтому, нет, культуре человек нужен дольше, конечно, но с точки зрения именно её интересов, об этом можно подробно почитать Андрея Анатольевича Пилипенко, это удивительный, уникальный автор, вот, в его трудах, постижение культуры, у него там два тома вышло, остальные не успел, к сожалению, выпустить, вот, да-да-да, совершенно верно, оставить потомство, вот, так, хорошо, вот, баланс общих показателей важнее частных, он создаёт контекст, контекст, так же, когда мы переводим иностранный текст, да, когда мы забираемся в словарик, мы же, мы же не просто случайно берём любое слово или гадаем, а какой правильный перевод из пяти, вот этот перевод, нет, вот этот, мы же не гадаем, мы обращаемся к тексту и смотрим, и по контексту выбираем нужное слово, то же самое и здесь, вот, контекст, без которого проявление напряжённого положения или в аспекте будет выражено слабее, то есть это начало, стихии, потом только знаки зодиака, там, планеты, то есть ближе к здоровью будет тот, у кого есть баланс на уровне начала стихии, это важнее, чем планетарное положение, да, то есть хотя они, конечно, играют роль темы и планет там в изгнаниях, да, вот и в напряжённых аспектах, это всё-таки стрессовые, да, показатели, которые, понятно, сложно, сложно компенсировать, хотя методы для этого есть. Вот, врождённая глухота, кармическое заболевание, ну, нет, врождённые, понятно, они все имеют инерцию из прошлой инкарнации, и мы здесь обязательно учитываем, скажем, этот кармический уровень карты, это четыре точки лунной орбиты обязательно, узлы, апогей, перигей, ось, вот, эту берём ось, вот, ну, и точки натальной карты, да, там, связь, связь с узлами, это будет подчёркивать, конечно, инерционный кармический характер, связь с прошлой инкарнацией, вот, вот, поэтому, также и коррекции должны ориентироваться, в первую очередь, на общие показатели, и во вторую очередь, на частные, то есть мы работаем, если начало несбалансированное, там, допустим, ян-инь, да, то есть мужское-женское, конечно, здесь надо работать, а не отдельные планеты, там, стоящие где-то в карте, потому что это основа, допустим, когда приходит человек на консультацию, например, да, и говорит, где мои денежки, где мои деньги, и что такое, посмотрите, там, мои денежные дома, что-то там не так, проблемно, он уже знает, что там второй дом, и посмотрите, что-то у меня там не так, вот, но, если, если я, если я вижу, у него заполненные огненные и воздушные знаки мужские, а земные и водные не заполнены, то ответ вот здесь, потому что огонь и воздух даёт экстравертное начало, расходное, а земля-вода дают накопление, и здесь нарушен баланс на уровне вот этого психотипа, то есть такой человек, естественно, у него всегда расходы будут больше доходов с точки зрения психологии, вот, расходы больше, чем доходы, причём с железными оправданными аргументами, сюда надо вложить, это надо потратить, всё с пользой, всё только с пользой, а здесь вообще споров нет, вот, а человек с землёй и водой, он, соответственно, будет обратного психотипа, вот, и поэтому вот дальше смотреть эти, второй дом, ну, посмотрим второй дом, ну, посмотрим там и Юпитер, и Венеру, там и прочие позиции, но не учитывать этот показатель, значит, не учитывать корневую причину, корневую причину, человек приходит, профориентация тоже у нас как начинается, да, допустим, вот, тема, если у человека нет земли в карте, слабая земля очень, то профориентация очень проблематична, не с точки зрения показать, где его социальные ниши, понятно, мы по десятому дома покажем, ещё по другим точкам, но ему нигде не будет комфортно, он скажет, вот, мне астролог, вот, сказал, а я пришёл, а я не могу здесь работать, ну, не по причине того, что он не пришёл в свою социальную нишу, а по причине того, по причине того, что у него нет возможности, в принципе, заниматься темой, вот, организационной, оформления, выдачи результата, ему на любом месте будет не по себе, вот, вот эти вещи очень-очень важны. Вот, ну, формулы, конечно, есть, Сергей Васильевич работает по формулам, пожалуйста, да, у него уже создана эта теория формулы, пожалуйста, там достаточно большой материал. У каждого астролога есть свои методы, их можно брать, изучать и использовать. Вот, ну, если стихия воды преобладает, значит, огонь слабый, значит, человеку рекомендована творческая деятельность, надо эту энергию не накапливать, а выпускать, надо не перестать уже сидеть в зрительном зале, накапливать впечатление, выходить на сцену и отдавать, выдыхать эту энергию. Вода – вдох эмоциональный, огонь – выдох эмоциональный, творчество, хобби. Вот, дальше, различия, следующее различие в соответствии астрологических показателей внутренним органам в разных школах и традициях. Ну, вот я уже привел пример, связанный с Игорем Ивановичем Ветровым, да, по теме легкие, то, что в антропосовской медицине. Вот, дальше, ну, тоже просто привожу здесь такие вещи, на которые желательно обратить внимание, не уходить и не закрывать глаза. То есть астрологи обычно, вот, эти вещи-то известны всем нам, да, то есть одна школа работает по коху, и как будто плацидуса нет, и говорит, что только кох, другая работает по плацидусу, и говорит, что нет, только плацидус. Но если объективно-то подойти, то есть, ну, как так получается, да, у одних кох все работает, у других плацидус, и все, и дальше мы ничего не исследуем. Но, по сути, все системы домов у человека включены в разной просто степени, да, и они отвечают за разные уровни проявления. Просто этих исследований я так сильно не встречал. Вот в текстах они, возможно, где-то проводились, но если встречу, то да. Вот что нужно сделать, да, нужно сделать, как они соотносятся между собой, за какие уровни отвечают. А так, конечно, очень удобно взять и игнорировать остальные, работать только по одной, если честно признаться все-таки. Вот если воды и огня много, эмоций много, конечно, а воздуха мало. Ну, соответственно, тема воздуха, у нас там есть, опять же, я говорю, целый список и по упражнениям, и какие нужно делать, и по питанию, и прочее. Вот, поэтому эти списки можно говорить. Но тема воздуха – это тема ментала, поэтому это аналитические функции, включать человеку, понятно. Самое главное, вот смотрите, что когда я говорю, что включать там сильные показатели и снижать, включать слабые, снижать сильные, человеку же это будет некомфортно. Вот я только привел цитату в предыдущем слайде, что ситуация, цитата врача, да, если вас лечат и вам не больно, вас обманывают. У меня была история на занятии, когда девушка, у нее все планеты там в воздушных знаках, в земле, в земле нет. И она спрашивает, Павел Андреевич, ну что у меня баланс, баланс, земли нет. Что я должна, что ли, ведро земли домой принести? И что я вот, это и будет у меня баланс, если я землю принесу? Я говорю, нет. Нет, в первую очередь вы должны помолчать три часа. То есть убрать воздух, и у вас появится земля. Молчание будет земля. Она говорит, ну что вы, нет, я на это не согласна. Я говорю, ну и все, тогда на этом разговор окончен. Вот и все. Вот. Да, части какие-то, да, упражнения, конечно, коррекционные, я скажу, да, какие. Кто занимается йогой, я асаны там буду называть, вот какие. Для каждого знака зодиака у нас по группам будет. Вот. Вот, поэтому, вот смотрите, в западной медицинской астрологии желудок Луна, а в китайской Сатурн. Вот по поводу легких, да, это еще не самое сильное различие. В западной медицинской, вот, ну это уже я сказал, воздух, у Штайнера земля. И важно разобраться в причинах этих различий. Просто что они ацентируют, какую функцию. Вот, у органа же несколько функций. Например, мы берем печень, например, печень, да, и вот в западной медицинской астрологии печень – это огонь. А у Штайнера, допустим, да, это вода. И тоже, тоже, а где же истина? Так, а истина и там, и там. Истина и там, и там, потому что огонь – это функция печени, секреции желчи. А вода – это функция печени, фильтрации ядов, интоксикации. Вот и все, ни одна функция. А, и тогда мы должны взять и ту, и другую стихию, о чем мы говорим, да, какую функцию мы смотрим. Лечебных трав, я ко всем классификациям хорошо отношусь, ко всем, только они должны быть строгими, структурными и вот как-то выполнять, выполнять какие-то правила. Вот. Ну, земли нет совсем, огня, молчу. Ну, понимаете, вы-то молчите снаружи, мысли очень сложные. Нет, здесь, еще раз скажу, здесь ряд, ряд очень комплекса, достаточно большой рекомендации. Вот. Хорошо, молодцы, молодцы. Воды мало, на актерские курсы пойти по проработке воды мало, но воды мало. Здесь актерство, это же получается, там, понятно, и вода, и огонь, но в первую очередь огонь. Вы должны же представить, сыграть, да, то есть тема игры – это все-таки больше огня, а не воды. Да, вы должны сначала пережить, поэтому для воды, конечно, требуются аутотренинги, релаксации, связанные с глубоким расслаблением, там, поза шавасана в хатха-йоге. Вот. Ну, давайте дальше. Дальше пойдем. Ну, вот, вот мы будем изучать на курсе вот такую структуру, которая вот была открыта в итоге практики, то есть, казалось бы, тут ничего сложного-то нет, и все понятно, но вот мы акцентируем вот эти группы знаков по такому принципу, по принципу орбитальному, да, орбитальному принципу, вот. Вот, и здесь что получается? Вот орбиты Сатурна и Питера, они берутся рядышком, да, и у них, у этих планет, функции достаточно родственные, управляющие, да, вот. Орбиты Марса и Венеры около Земли, то есть такой земной уровень получается, вот, они как раз отвечают за гендерные отношения рас, и потом они будут отвечать, вот, смотрите, здесь какой принцип, это уже из китайской медицины, не конкретно знаки зодиака, у них знаков зодиака нет, да, но принцип того, что связано с Землей, вот, будет связано именно с какими системами, дыхательные и выделительные, вот это системы, которые у нас максимально имеют связь с атмосферой, с выходом наружу, выделительные и дыхательные. И вот у нас земная ситуация, Земля в центре, Марс, Венера, соответственно, рядышком, и знаки, которыми они управляют, Овен, Телец, Весоскорпион, четыре знака, они будут связаны с дыхательной и выделительной системой, вот, и все это очень, когда мы будем брать меридианы китайские, сюда как раз и попадают и легкие, и толстый кишечник, и мочевой пузырь, и почки, здесь все вот это находится, вот, и все это работает. Понятно, что если у человека, вот, пустые знаки, управляемые гендерными планетами, четыре знака, тогда, да, обращаем внимание на две системы, дыхательные и выделительные, которые в итоге могут иметь там те или иные нарушения. Вот, ну, и на самом деле эта структура обладает очень большим объемом фундаментальной информации, как в психологии, так и в физиологии, и баланс вот этих уровней не менее важен, чем баланс стихии. Вот это очень, очень, конечно, ситуация, ситуация важная. Вот, об этом я буду говорить, но еще раз говорю, оказалось неожиданно очень, очень информационная структура. Мы ее так назвали, я назвал ее уровни зодиака, уровни. Ну, там, на самом деле, много открыто группировок знаков по разным принципам. Там, для кармической астрологии блоки, вот, для всех уровней, это разделов уровней, там, и так далее, и так далее. Планеты каждого уровня, родственные по функциям, будут соответствовать системам. Отсутствие планет на одном из уровней будет создавать риски для работы соответствующих систем. Нижняя, вот где у нас идет Меркурий, Луна, Солнце, близнецы Рак, Лев, Девы, ну, в частности, это ЖКТ. И, пожалуйста, у кого будет пустой уровень вот этих знаков, то, пожалуйста, желудочно-кишечный тракт 1, сердечно-сосудистая система 2. Причем, опять же, надо помнить, что если мы говорим там про сердечно-сосудистую систему, то это статистику. Мы обязательно дружим с, как бы, со статистикой, с официальной медициной, и мы знаем о том, что по статистике сердечно-сосудистая система больше, больше, скажем, имеет чаще нарушения мужских организмов, да, вот, в два раза больше мужчины имеют проблемы с сердцем, чем женщины. Вот, а женщины больше имеют проблем с нервной системой, вот, а мужчины с кровеносной. Но это все, мы отдельно еще поговорим об этом. Вот, поэтому, вот, такая история. Вот, много огня, хорошие актерские, да, но воды мало, да. Вот, поэтому здесь подход будет, с одной стороны, с одной стороны будет достаточно, вроде бы, простой, но просто акцент, вот, почему я говорю, вот, вот, в этой методике акценты идут на крупных структурах, не на отдельных планетках, в знаках, там, и аспектах, а уже будет в самом начале заложена эта, скажем, причина заболевания в отсутствии баланса, вот, крупных структурских, и вот эти уровни, вот. Вот, сложно, конечно, сложно, но здесь мы должны понять, что сложно, и, конечно, иметь какие-то методы, чтобы поймать организм, вот, потому что, если вспомнить Кастанеду, как Дон Хуан ловил его, да, они, с Хинара, они подлавливали, они, потому что по своей воле человек иногда туда не пойдет, не лечится, не что-то узнавать, вот, если бы знал заранее бы и не пошел бы, а так надо его ловить, ловить. Вот, хорошо, дальше. Ну вот, кстати, смотрите, там была, у нас изображен зодиак, внимание, да, от нуля градусов Тельца, вот, от нуля Тельца, вот, где мы рассматриваем эти структуры, рассматриваем структуры, и в итоге получается, вот, акцентирован фиксированный крест, да, то есть мы пользуемся зодиаком, который начинается с кардинального знака, кардинальный крест базовый, там, понятно, солнцестояние, равноденствие, угловые куспиды тоже будут, да, зенит, надеж, восход, заход, все это понятно. А вот, скажем, варианты, когда мы рассматриваем точкой отчета, там, фиксированные знаки, он тоже имеет место быть, и там тоже очень большая информация и акценты. Я просто, вот, хотел как раз показать гравюру, да, то есть вот гравюра 16 века, вот, написано, 1569 итальянская. Вот, пожалуйста, начало зодиака с Тельца. Вот он, Телец, Близнецы, вот они, Весы, вот Скорпион, то есть вот мы имеем такой вариант изображения зодиака, не Согна, как мы пользуемся, а, пожалуйста, вот, со знаком Тельца. Заполненный рак Левжик, АТП, ну, это, друзья мои, дело в том, что причины нарушения функции будут, я назвал первую из достаточно большого ряда, да, там уж точно, а, конечно, и при заполненном может быть, там может быть другая причина, какими планетами заполнены, может быть, планетами в изгнании, какие аспекты туда идут, там будет несколько уровней оценки диагноза, и, соответственно, это не только по одному показателю делается анализ, мы просто не можем в сегодняшней лекции всего этого сказать, там надо подробный анализ, поэтому я карты буду ваши брать заранее, вот, кто будет учиться, и, конечно, это разбирается, мы можем и сходу, с листа играть, как музыканты, да, анализировать, но я все-таки делаю это подробнее и готовлю заранее. Вот, поэтому такое расположение акцентирует знаки фиксированного креста, который в исторической традиции отражает каноны, четыре части сфинкса, четыре евангелиста, опять же, вот эти вещи. Вот, ну вот, смотрите, содержание курса, внимание, да, содержание курса, я по пунктам вот сейчас веду, у нас вот эти пункты, которые здесь прорисованы и подчеркнуты, они являются названиями разделов, поэтому это все будет подробно на курсе. Вот, с северными картами работаю, вот, поэтому курс, вот я, тема сегодняшнего вебинара, это как раз план курса с учетом какой-то полезной информации по здоровью, вот, и рассмотрение примера. Вот, десять занятий хватит или будут? Ну, тема на самом деле, конечно, обширная вообще медицина, но курс вот пока вот подготовлен такой небольшой, потому что, ну, требуется и все-таки усвоить материал, потому что можно там прочитать большое количество материала, но это его же переварить надо. Материал плотный, материал не, может быть, непривычный, не какие-то новые структуры, какие-то новые подходы по-другому, это все будет, ну, не так просто, может быть, да, переварить. Вот, бывает начало смутабельного креста, не встречал, на самом деле можно, понимаете, в чем дело. Вот, вот, с этого креста здесь, я могу сказать, с фиксированного, у нас возникают точки, допустим, вот, там, где у нас с Овна зимнее, там, зимнее летнее солнцестояние, да, вверху внизу идут, там, стрелец-козерог и, соответственно, близнецы Рак. Вот, здесь у нас идут козерог-водолей наверху, соответственно, и Рак-лев внизу. Так вот, тема козерога-водолея, значит, в отличие от кардинального креста, она связана с праздником 21 января в славянской традиции просень. И с этого момента пишется, что происходит, начинает прибавляться тепло. Если с 21-го, 2-го декабря начинает прибавляться свет, то по традиции, не только, причем, не только, не только славянской, но и индийской. В индийской традиции бог Крышин такой есть, и у него тоже 21 января праздник, который связан с тем, что с 21 января начинает прибавляться тепло. Это тепловой цикл. Вот, поэтому там начинается в итоге не с козерога год, да, а с водолея. Если мы возьмем восточную традицию, это все уже мы знаем, то Новый год начинается не с козерога, как у нас, а с водолея, с фиксированного креста. И ранняя история Зодиака, если мы возьмем Ниппульский календарь и ранняя история Зодиака, Зодиак начинался с водолея цикл. И там у него было два кувшинчика, которые льют два потока воды, обозначающие цикл жизни биологической на Земле, от потопа до потопа. Вот, и на Руси тоже была тема, когда год начинался именно с водолея, да, как с вхождения знака водолей тоже. Но это отдельная история, я не буду в нее уходить. Вот, Телец, Лев, Скорпион, Водолей, конечно, да, это очень-очень мощная, конечно, структура. Поэтому надо просто понимать, и она исходная, это свернутый мир, это импликативный мир, это средоточие энергии. А потом он разворачивается через мутабельный и полностью раскрывается в кардинальном кресте. Это уже все развернутый, и он уже более фатальный. 4 февраля это серединка Водолея, да, это солнечный год начинается, солнечно-лунный начинается с первого новолуния Водолея, мы все это знаем, да, солнце зашло в Водолея, и первое, чтобы синхронизировать солнце-луна. Вот, а соответственно, если брать солнечный только, то 4 февраля, да, начало весны, серединка 15 градусов Водолея. Вот, мертвая и живая вода, да, ну, цикл биологической жизни, жизнь-смерть, все верно, молодцы. Дальше. Вот пункты, смотрите, да, вот пятый, пятый пункт, это кто спрашивал про то, что будет на курсе. Вот, астрологические показатели возможных патологий в организме будет, да, то есть там вот мы будем уже более подробно говорить конкретно об этих причинах. Ну, вот конкретно я здесь чуть более конкретно говорю, в первую очередь это баланс между мужскими и женскими знаками, то есть огонь-воздух против земли-воды. Это вот будет лежать в основе. Вот, преобладание мужских знаков и знаков нижнего уровня, и здесь мы еще добавим вот эту трехуровневую схему, то есть мужские знаки огонь-воздух и нижний уровень близнецы Рак-Лев-Дева. Вот это две разные структуры, но они отвечают за одно, они отвечают за процессы закисления. Поэтому человек, имеющий огонь-воздух или человек, имеющий уровень близнецы Рак-Лев-Дева выраженный, это склонность к закислению организма. А преобладание женских знаков земля-вода, пассивных, да, и знаков верхнего уровня стрелец-козерог-удалей-рыбы связано с процессами очелачивания. Вот. Вот такая здесь идет история. Вот. И вот, пожалуйста, у нас на картинках, так, чтобы напомнить, с исчелачиванием связаны в основном корешки, да, корнеплоды, которые растут вниз в землю. Ну, а с закислением, то, что растет вверх, или более точно, вот углеводы, вот, то, что у нас мороженое захотелось, конечно, закисление, вот, мороженое, или мороженое нельзя, да. Ну, вот это все элементарные вещи, но они являются базовыми. При преобладании мужских знаков возможны воспалительные процессы. Если у нас огонь-воздух, то есть активная энергия, то в части организма связаны со знаком, где стоит Марс. То есть, тема Марса, весы. Нет, у нас тема, нет, тема среднего уровня, вот, гендерной планеты, да, то, что посерединке. Давайте вспоминать химию. То есть, внизу у нас кислота, близнецы Раклиев-Гева, это кислотники. Сверху у нас щелочь, стрелец, козерог, водолей, рыбы. Кстати, она еще носит название, как основание, да, щелочь. А если они взаимодействуют, что мы получаем? Что мы получаем? Вспоминаете химию. Кислота взаимодействует со щелочью. Соль, молодцы, конечно. Вот так вот, и вот вам соль земли. И вот вам земля, связанная с солью. Конечно, конечно. Вот, это отдельная история. Смотрите, у нас тема травоядных животных, которые будут связаны, плотоядные, это будут земля. Травоядные, это будет воздух. Так вот, эти травоядные животные, или вегетарианцы, да, скажем так, животные, они что делают? Они лижут соль. Они находятся ланчики и лижут соль. А я помню, в деревне бабушка, она вот брала такой кусок соли и укладывала корове, вот, где она в сарае стояла, она лизала соль. То есть, недостаток земли. Соль – это земля. И поэтому, если, например, человек не потребляет, ну, не имеет земли в карте, сильный воздух, еще вдруг возьмет бессолевую диету, тема земли, у меня просто есть случаи достаточно такие печальные, да, то есть, тема земли у нас связана со всякими оболочками, вот, с тканями, то, что покрывает конкретно телец. Вот, и это, например, разрушение миелиновой оболочки нервных тканей, да, то есть, провода без изоляции, это рассеянный склероз. То есть, это вещи все очень серьезные, очень серьезные. Вот, поэтому здесь много-много, как бы, информации, которая вот… Вот, поэтому воспалительные процессы, самая активная планета Марс, и если у человека активная карта, то мы обязательно смотрим знак, где стоит Марс, там возможны воспалительные процессы. При преобладании женских знаков, земля-вода, возможны трофические нарушения, то есть, нарушения питания тканей, в части организма, связанном со знаком, где стоит Сатурн. То есть, если у человека активная карта, смотрите, где Марс, и вот это место, эту часть тела, надо, соответственно, седативный массаж, расслабляющий. Если у человека инская карта, да, земля-вода, то надо смотреть, где стоит Сатурн, и эту часть тела массировать, активировать, наоборот, гемодинамику включать. Если нет земли, да, опасно вегетарианствовать, это точно. Ну вот, Игорь Иванович, он был сам козерог, вот, он был и по асценденту дева, и козерог, и там земли нормально было. И самое, смотрите, интересное, я у него работал, я говорю, Игорь Иванович, я не вегетарианец. Хотя, хотя, вот, когда 90-е годы, я был в школе, в школе Галины Сергеевны Шаталовой, тогда была такая, вегетарианство школы, я два года был вегетарианцем. Два года, все честно, и даже у нас были и такие без воды, дни сухих голодовок, вот, я помню, три дня без воды и на работу ходил, в принципе, так было. Вот, так вот, ситуация следующая. Он ко мне посылает Игорь Иванович Ветров вот своих клиентов, то есть, кто у него там в Аюрведе. Я вижу, если у человека нет земли, я говорю, с моей точки зрения, вот, с нашей концепцией, риски большие для вегетарианства. Особенно, если это мужская карта, да. Ну, это отдельно тоже. Вот, и действительно, ситуации этих рисков, они существуют. Потому что, если мы берем даже в Индии, в индийской традиции, да, йоги переходят там на вегетарианство, но параллельно, внимание, внимание, параллельно они меняют ритм дыхания, который связан с компенсаторной функцией, которая будет компенсировать недостаток животного белка. Ну, это вот отдельная, конечно, история. Вот, поэтому, ну, вот, да, вот, кто-то написал, что мало земли, и все время досаливать. Правильно, правильно, воздушный знак будет все время досаливать, потянет его досаливать. Вот, совершенно верно. Поэтому, если нет земли, нельзя вегетарианить. Мало земли, соли, все и много. Ну, там надо по анализам смотреть. Понимаете, мы же здесь не скажем, много вы едите или мало. Мы можем изначально предположить, но это делает, опять же, врач, да. Вот, есть, ну, хороший врач, который, вот, занимается этим, скажем, нутрицептикой, да, там, ну, не только нутрицептикой. Вот, вот. Вот, и только по анализу мы будем говорить много или мало соли в организме. А так просто, вот, предполагать нет. Конечно, обязательно анализы, обратная связь. Вот. Соль, конечно, не вредна. Вы что, там проблемы будут такие, если недостаток соли, что, ой-ой-ой, вот, включая рассеянный склероз там. Вот, там, конечно, не только соль, это не единственные, это тема просто земли, да, вот, оболочки, изоляция как проводов, так и миелиновая оболочка у нервных тканей. Все, она рассыпается. Вот. Проблема с кожей 20 лет. Марс в Тельце. Вот, да. Потому что, вот, спрашивали, что отвечает за кожу. Давайте я сразу отвечу. За кожу отвечает Телец и Венера. Вот. По медицинской астрологии, по медицинской астрологии, за кожу отвечает Сатурн. Внимание. Внимание. Вот то, что я говорил сначала. Жестких соответствий нет. Мы не должны говорить, а как так, а что так. То есть, опять же, если мы берем даже Сатурн отвечать за кожу, то это именно внешний слой эпителий, который уже мертвый, который вот шелушится, отходит. А сама живая кожа, конечно, Венера. А как у нас называется диспансер? Кожно-венерологический, а не кожно-сатурнянский. Вот. Ну, это так. Там много-много, конечно, всего. Вот. Поэтому тема Телец, Телец кожа, Телец и дыхательная система Телец, в первую очередь из земных знаков, да. Венера. Венера отвечает за кожу, конечно. Вот. Так, 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 так. Если Марс и Сатурн в одном знаке стоят, ну, это, знаете, когда ребенок рождается, вот, гипертонус, иногда гипотонус. Вот. А там педиатр смотрит и, соответственно, назначает массаж, вот, тот или другое. А бывает, врач, мне рассказывала педиатр, что бывает, ребенок рождается и гипер-гипо. Вот, как вы говорите, Марс и Сатурн, да. Тогда сложнее ситуация. Его переводят в какой-то один режим ребенка, и, соответственно, потом уже лечат или гипер, или гипо. А здесь надо смотреть, ориентироваться, что сильнее. Это надо контекст карты учитывать, что там, Марс или Сатурн, в каком знаке. Это надо всякую, вся карта нужна. Вот, в одном знаке. Четыре года. Сейчас ем рульбу, у меня нет Земли вообще. Ну, рыба у нас там, фосфор, там будет и Питер больше включен. Будет ли записано так? Я не досаливаю постоянно Марс. Ноль, Трутон, Сатурн, Дева, Скорпион. Веганить не могу, без мяса жизни нет у меня. Ну, все это смотрится индивидуально по карте, друзья мои, да? Все по карте. Подруга Илона в Казироге не ела, мясо сейчас опять начало. У меня нет Земли, соленая. Ну, вот, внимание, да, еще раз. Давайте я вот на этих записях в чате скажу следующее, что, конечно, для более точного анализа рекомендаций требуется вся карта. Требуется вся карта учет и многое, что еще, вот я в начале занятия сказал, да? Вот, здесь процессы все вот так вот идут, процессы вот так, потому что у нас есть органы, например, смотрите, давайте возьмем сердце и легкие. Вот легкие, легкие лечатся, лечатся солью, мы сказали, соляные пещеры, да, соляные пещеры, пожалуйста. Вот, а для сердца соль это минус, то есть для сердца она антагонист, соль. То есть, понятно, натриево-солевой обмен там везде должен быть, но... И поэтому получается, что? Вот соли, они будут на кислоту действовать ощелачивающе. А у сердца все препараты, они в основном закисляющие, то есть кардио-кардио препараты. И вот-вот получается антагонизм. Мой знакомый профессор, врач, придя в больницу к начальнику кардиологического отделения, сказал, послушайте, ну вот вы их накачиваете кардио-препаратами. Ну, не равен час они побегут все в пульмонологию. Да. А из пульмонологии их накачают, соответственно, другими препаратами, они прибегут опять в кардиологию. То есть, вот они качели, да, легкие сердце, легкие сердце. Здесь у нас инь, здесь у нас ян, здесь у нас соль, здесь у нас не надо соли. И нужно выбирать это равновесие, потому что иначе это будет постоянная ткачалка. Вот. Если нет земли, что можно указывать на отказ от мяса? Так нет, смотрите, если нет земли, мотивационно-то человек не хочет мяса. Там могут быть два уровня организма. Если организм пока еще не, скажем, прошел какой-то период зрелости, да, он и не хочет мяса, потому что вот человек воздушный, ну так образно, если говорить, да, он воздушный, он облачко. И мясо его будет, понятно, тяжелая пища, но его будет заземлять. Кстати, кстати, внимание, вспомнил сейчас вот информацию. Тибетская медицина, там тема воздуха, ума, да, ментала, воздуха, эти болезни называются лунг, лунг, да, то есть темы воздуха, ветра и, соответственно, ментала. Так, внимание, какие рекомендации даются, если у человека очень активный ум, очень много воздуха, какое дается блюдо? Ему дается наваристый мясной бульон. Вот что дается для лечения сильного воздуха. Элемент земли, тяжести. Воздух легкая, земля тяжелая. Воздух легкая пища, земля тяжелая пища. Но организм, если он психотип воздушный, если у него мотивация воздушная, он будет отказываться от тяжелого, иначе он себя потеряет. Поэтому воздушный человек и может не хотеть мяса. Может. Может не хотеть мяса. В данном случае это как бы, ну, ничего не сделаешь. Вот я тогда говорю, ну, а вы таблетки принимаете, ну, вырежете кусочек мяса в виде таблетки, да, и скушайте его. Так-то можно, наверное, поступить. Вот, вот какая история. Вот, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. У меня очень большие нагрузки идут. Сегодня семинар был с утра до вечера. Почему мы начали позже, не днем? Немножко связки надо поберечь. Так что давайте мы сейчас прервемся минут на 7-8, да, вот, и 10 где-то, и потом продолжим. Немножко связочки восстановлю. Все, тогда я нажимаю паузу, перерывчик на 10 минут. Так, продолжаем. Продолжаем. Так, 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 так. Вот, поэтому вот продолжая тему, когда вы говорите, у вас много воздуха, мало земли, не люблю тяжелую пищу, я говорю, что организм, естественно, это нормально. Потому что организм, облачко. Там же, вот, смотрите, что важно понять. Важно понять, что вот те стихии, которые мы разбираем, например, там, планеты, представьте, это вот 4 стихии, да, это 4 центра сознания, которые, как угодно можно их назвать, там, центрами сознания, демонами, там, какими-то еще, там, сущностями, неважно это, но они борются за свое место, скажем, в человеке, да, за свое пространство. Если, допустим, у вас сильный воздух, он занял все пространство, все, он завоевал, он не будет отдавать эту территорию, то есть он не будет пускать землю, и он создает у вас мотивационную, скажем, вот, структуру, да, которая будет любить воздушное и не хотела, не хочет, скажем, будет отодвигать землю, в том числе мясо. Вот, но только эти сущности, да, земля, воздух, вода, огонь, там, и планеты, они имеют свое индивидуальное сознание и не понимают, что если не будет противоположного, они сами, как бы, закончат свое существование. Вот в чем дело. Вот, поэтому, а иногда, а иногда человек воздушный вдруг в какой-то момент чувствует, что у него возникает желание есть мясо. То есть, значит, это говорит о зрелости организма, он уже стал мудрым, он понимает, елки-палки, что делать-то? Что делать-то? Вот, поэтому, поэтому тема, смотрите, что еще бывает. Бывает так, что человек воздушный, худенький, там, астеническое телосложение, и вдруг в какой-то момент начинает набирать вес. И он кричит, да что ж такое? Потому что организм, не дожидаясь, не дожидаясь помощи от человека, не дожидаясь включения коррекции, говорит, слушай, ты, конечно, облачко, воздух, ты можешь лететь на небо, но я хочу жить на земле. И он начинает сам набирать землю за счет веса. И в таких случаях, в таких случаях делать какие-то диеты и резко сбрасывать вес очень опасно. Организм-то его спасает, он его оставляет жить на земле, он дает ему землю хотя бы за счет веса, хотя бы за счет набора веса. Ну, вот случай, который достаточно характерный, вот у нас в Петербурге был журналист Роман Трахтенберг, который был очень активный, там, я так как-то сейчас наизусть не помню, вот, но экстраверт, там, огонь-воздух, вот, земли не было, и вдруг он начал вот как раз прибавлять сильный вес. Ему это не понравилось, и он решил резко убрать вес, там, похудеть. Он очень сильно похудел, но организм не выдержал, и на этом его существование на земле закончилось. Вот, поэтому, внимание, что когда мы имеем те или иные заболевания, они чаще всего являются вот чем. Организм из двух зол выбирает меньше, они чаще всего защитные. Тут можно целый список говорить. Вот, а человеку плохо, да, человек хочет все иметь хорошо, но организм спасает от другой болезни, более-то, может быть, серьезной, и включает вот эти нарушения. Ну, вот, вот эти вещи, конечно же, желательно их, конечно, да, вот, тоже знать. Так, 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 хорошо. Ага, это я ответил, ответил. Сейчас еще что я не ответил. Так, это я ответил. Можно ли опираться на хирург, как сигнификатор средоточия проблем? Например, хирург в девятом нарушен принципе эпитера. Друзья мои, ну, вот эти, понимаете, эти вещи в девятом там доме, хирург в каком-то там градусе, аспекте, я еще раз говорю, что это не является показателем, не является. С тем же Игорем Ивановичем Ведером, я вспоминаю, когда мы обсуждали предварительно работу, он говорит, ну, давай вот так, смотри, если я, он говорит, если я вижу, что у человека Юпитер ретроградный, ретрофаза Юпитера, значит, я говорю, что у человека в организме нарушена секреция желчи, за которую ответит, печень Юпитер, секреция желчи, и если ретро Юпитер, значит, она нарушена. Я говорю, нет, а я так не говорю. Почему он говорит? Я говорю, а если у человека при этом в карте будет там Марс в Овне, там Солнце во Льве, у человека так эта желчь будет хлистать, что никакой ретроградный Юпитер ее не затормозит. То есть надо брать контекст. Весь огонь у огненного человека секреция желчи высокая. Вот, если уж говорить об этом. И какой-то там ретроградный Юпитер абсолютно здесь не будет играть такой роли. Поэтому вот темы там, где какая планета, в каком доме Херон, это ни о чем. Это ни о чем. Надо смотреть всю карту. Вот, что дело. Вот, поэтому... И при сильном огне секреция желчи высокая. Дальше мы забираем свой учебник, для чего вырабатывается желчь у человека. Для расщепления жиров и ядов. Если человек с сильным огнем в карте будет есть обезжиренную пищу, он заработает себе дискинезию желчеводящих путей, желчекаменную болезнь, там и т.д. и т.п. Для расщепления жиров и ядов. Пищевые яды – это алкоголь. У алкоголиков желчный пузырь чистый. У них нет проблем с дискинезиями и камнями. Как только они бросают пить, у них начинаются эти проблемы. Могут начаться. С печенью у них проблемы, а с желчным нет. Это, опять же, антагонисты. Печень и желчный антагонисты. Ого-го-го-го. Ладно, ладно, ладно. Пойдем из мяса. Так, так, так. Так. У сына воздуха мало. Воздуха мало земли. Накормить вообще проблемы. Да, 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 да. Земля же – это питание. Вот у китайцев желудок земля, потому что эта связь с землей идет. Вот, кстати, что говорят китайцы. Если у них же желудок в центре, это главный орган. Если человек вдруг теряет аппетит, или женщина, они говорят, ну, не только женщина, пожилая, хорошо готовила, в глубоко пожилом возрасте вдруг теряет вкус и теряет способность вкусно готовить. Они говорят, что скоро уйдет из жизни. С земной, да. Поэтому анемия не только от отказа от мяса, надо бы 12. Нет, ну, в контексте все надо брать комплексно. Понятно, B12, да, понятно, это анемия. Но это нельзя вот одно. Здесь комплексная причина. Все надо смотреть. У меня на весах 4 планеты квадратные. Потом еще там есть много нюансов, о которых я буду говорить. Например, это нетипичное рождение, когда стихия переворачивается у вас на противоположную. Если вы, например, телец дневного рождения, телец дневного рождения, то в большей степени будут работать энергии знака весы. Вы будете больше интеллектуальный, чем материальный. Вы будете больше стремиться знать, чем накапливать материальные блага, если телец родился днем. Ну, при всех остальных, опять же, показателях. Ну, это так коротко, коротко. Мясо не кости, не могу зубы, у меня начинает сводить. Ну, смотрите, тема, опять же, отсутствия земли в карте, раз. Отсутствие в питании белка и конкретно там хрящевых тканей, это вот коллагена, да, она на чем будет сказываться? Хрящевые, пожалуйста, эти и грыжи могут быть межпозвоночные, и вот стираются кольца эти хрящевые, поэтому это проблемы остеохондроза и позвоночника. Ну, в каком возрасте, а кто его знает, это надо смотреть. Десять минут не прошло, но я не контролировал, вот. В принципе, связки восстановил, еще раз говорю, что сейчас плотный очень график, поэтому я стараюсь поберечь. И завтра семинар с утра до вечера. Вот, так, эти слайды будут, ПДФ? Я думаю, что да. Да, точно, дождь, все тут воды. Уперные певцы набрать вес, так петь проще. Ну, огонь и земля, так смотрите, тема пения – это огонь. Когда идут темы работы связок. Вот, огонь и земля в нашей концепции тоже будут антагонисты. Не только огонь – вода, земля – воздух, как в классике, еще дополнительно огонь против земли, воздух против воды. Огонь и земля, представьте, если у человека сильный огонь и слабая земля, это автомобиль спортивный, гоночный. Двигатели, они что делают? Очень сильные, а корпус делают очень легкие, чтобы победа была. Но чем это часто заканчивается? Идет разрыв, идет разрыв автомобиля. Если мы берем кровеносный сосуд, огонь – это кровенаполнение, да? Это кровенаполнение, давление. А земля – это стенки сосудов. И представьте, если у человека сильный огонь и слабая земля, что у него может быть? Геморрагический инсульт. То есть, стеночки слабые, крови много давлений, и пошел геморрагический инсульт. Огонь сильнее земли. Так, 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 без инсульт, так, так, так. Как быть с холестерином? О, с холестерином – это совсем тут отдельная история. Во-первых, надо знать тот факт на сегодня, что связь холестерина и атеросклероза, бляшек, она не доказана в науке, да? Вот, как бы, врачи говорят, там, они предполагают, там, на 99%, что это так, но нет. Ну, и потом известно, что если вот холестерин низкой плотности, это же жирорастворимый холестерин, высоководно-растворимый, поэтому тема жиров, вот там, омега-3, да, и прочее, вот она будет связана как раз с темой, и вообще жиров, любых жиров. Любые жиры, они как раз будут снижать тему холестерина низкой плотности, а отсутствие жиров будет повышать. Вот в чем дело. Вот, поэтому тема жиров, чтобы холестерин был в порядке, все немножко наоборот, хотя, понятно, уже врачи рекомендуют, эти омега-3, это уже известно. Вот. Вова Волдуон, вот Юля правильно пишет, да, 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 точно. Причина мигрени, если огня в карте мало, преобладает воздух. Но надо смотреть всю карту, там это я сейчас называю самые общие причины, там же надо подробненько все смотреть, там масса может быть причин, там, но это я потом в курсе сейчас не буду. Если вода и огонь лидируют, но девушка вегетарианит, похоже. Ну, белок животных, в первую очередь, мужской организм требуется, земля, да. Вот, я пила алка, как бросила песок в почках, появилась, пришлось водой, да, 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 что указывает на диабет? На диабет указывает, в первую очередь, знаки козерог водолей, желудочная железа, лев, солнце, лев, солнце, инсулин, солнышко. И поэтому предрасположенность к диабету изначально это козерог водолей. Вот, ну и плюс, плюс тема, значит, вот этого выраженного верхнего уровня, да, козерог водолей против рак лев, может быть ситуация вода сильнее огня. То есть они, как правило, же по психосоматике эмоционально зависимые люди, свое я. То есть оно, конечно, может быть и избыточным, тоже будет подсаживаться поджелудочное, то есть в норме, в норме должен быть баланс огонь-вода и знаки лев-козерог водолей. Так, 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 слайды заберем. Да, спасибо, Аня, да, меня же легко очень, я стараюсь и на вопросы ответить. Вот, и, соответственно, правильно, давайте вернемся к слайдам, потому что так можно бесконечно, бесконечно отвечать. Спасибо, давайте. Значит, в итоге что получается? Значит, Марс и Сатурн мы сказали, значит, если они в одном знаке, как вы говорили, то надо смотреть все-таки, что сильнее, и, ну, однозначно этой частью тела надо заниматься этим органом, да, потому что это действительно две планеты, которые связаны, Марс и Сатурн связаны с патологическими факторами. Если брать с точки зрения атмосферных явлений, Марс – это ветер, а Сатурн – это холод. Вот Марс – ветер, Сатурн – холод, и они в итоге вот могут поражать, соответственно, организм с учетом положения в знаках. Дальше, соответственно, какие еще, вот это у нас идет пятый пункт, напомню, показатели возможных патологий в организме. Дисбаланс по силе, вот, в первую очередь, начало, да, мы сказали, мужские и женские знаки. Второе – брюшенность по диспозиции, положение планеты в знаке. Здесь я сразу скажу, что я беру изгнание, понятно, первое, второе, но я не пользуюсь экзальтациями-падениями. Вот, хотя я очень внимательно вникал во всю астрологию, но вот я не увидел, хотя это классика и традиция, но я не увидел и не понял никакой связи планеты с этими знаками с точки зрения экзальтации-падений. Вот так вот честно и говорю, да, вот, если я не вижу, не понимаю, я не могу с этим работать. Кстати, вот, с точки зрения экзальтации-падений, мне близка концепция или гипотеза Владимира Кавригина. Это московский астролог Владимир Кавригин, у него есть в электронке статья об экзальтациях и падениях. Вот, посмотрите, о чем он пишет там, предполагая, с чем связано появление этих терминов в астрологии, и вот мне это... Я использую, вот, как я здесь написал, изгнание и четвертый знак от обители. Это общая тема, известная астрологам, да, то есть четвертое поле, поле от своего. Вот это аналог падения, и в некоторых случаях это совпадает. Сатурн падает в овне, да, четвертый знак от Козерога. Марс падает в раке, четвертый знак от Овны. И я так использую вот эту тему четвертого знака для всех планет, от первой обители. Напряженность по аспектации. Аспекты 0, 90, 180. 0 у нас считается однозначно напряженным аспектом. Никакой гармоничных вариантов там не бывает. Это тоже отдельно все излагается. И плюс к ним добавляется 80 и 100. Бинанагон и сентагон. Это как раз в нашей школьной терминологии называется кармические квадратуры. Это аспекты, стоящие плюс-минус 10 градусов от квадратуры. И они создают вот такое большое переходное поле. От 80 до 100. Если с учетом орбиса, от 78 до 102. Вот. Сначала бинанагон, потом квадрат, потом сентагон. Это такая очень сильная переходная зона. Поэтому 80 и 100 из минорных аспектов, я на них в первую очередь обращаю внимание. Вот. Допустим, я знаю, что Михаил Борисович Левин в Академии. Они берут, приближают к мажорным квинтиле, 72 градуса. Вот. Ради бога, я и понимаю, почему, и считаю тоже правильно. Но с точки зрения, скажем, приоритетов, напряженные аспекты, во-первых, приоритетнее гармоничных всегда. Вот. И тоже это отдельно все расскажем. Вот. И 80 и 100. Бинанагон и сентагон. Вот. Орбис. Орбис для минорных аспектов не больше 2 градусов. Лучше 1. 1 градус. Вот, да. 2 уже так с натяжкой 1 градус. Потому что, смотрите, вот мы возьмем, например, у нас есть полуквинтиль 36 градусов, да? 36 полуквинтиль. И есть нанагон 40 градусов. И вот, смотрите, планеты будут иметь аспект 38 градусов. И куда вы его отнесете? К нанагону или к полуквинтилью? Там, будете говорить, там сходящийся, расходящийся, куда идет. Но это уже, вот, поэтому лучше 1 градус. 1 градус брать. Вот. Связь с точками лунной орбиты и ретрофазы. Да, вот это тоже отдельная история. Вот они как раз дают тему инерционности и хронического характера процессов организма. То есть мы эти точки добавляем уже, когда проанализировали карту, увидели дисбаланс. И, соответственно, если там еще присутствует квиконс, квиконс очень интересный аспект. Он тяжелый раз, конечно, он нагрузочный. Вот, но он, вот, в нашей этой методике, он относится к аспектам гармоничным в итоге. В итоге, да, то есть он тяжелый по проявлениям, но у него же дополнительные, скажем, до 180 в паре полусекстиль. Пары аспектов дополнительные, они имеют одну группу, там, 60-120, да, соединение 180. Ну, и все остальные будем брать. Поэтому здесь это группа, скажем, гармоничных аспектов. Но по проявлениям это такая, знаете, как гиря, которую человек таскает на ноге. То есть он требует работы. Но это главный козырь. Это очень мощный аспект, очень сильного потенциала. Но он не халявный. Он не халявный. Вот. Ну, то, что, да, это слепые аспекты, 150 и 30, понятно. Вот. Вот. Поэтому они, они просто, давайте я коротко отвечу, они дают нагрузку, да, стресс. То есть большинство заболеваний – это стресс. И просто нагрузка, которая возникает из-за напряженных аспектов, она создает стресс. И организм, конечно, там может не выдерживать. Так, дальше. Теперь смотрите, шестой пункт. Соответствие общих астрологических показателей, новые. Вот здесь я буду говорить о некоторых новых показателях. Устойчивость у нас будет. Это, смотрите, вот мы что знаем. Вот у нас четыре стихии. Да, здесь в центре пятая. Я о ней сейчас скажу. Вот, соответственно, мы имеем огонь, воздух, вода, земля. И мы, вот эти четыре стихии, имеем разбивку на пары, на группы только одним способом, да. То есть у нас вот воздух и огонь активные мужские, вода, земля, пассивные женские. Все. Но четыре элемента по математике имеют возможности комбинации тремя вариантами. То есть, поэтому мы используем также огонь вместе с землей. Это называется устойчивость. Вот они здесь как раз у нас внизу. А воздух и вода неустойчивость. Это отвечает за определенные показатели, я буду рассказывать. Кроме этого, мы берем еще один вариант. Воздух с землей. Это будет рациональность против воды с огнем. Это будет иррациональность. И они на медицине тоже проявляются. То есть, у нас будет три пары объединения стихий в группы. По началам, по устойчивости и по рациональности. Дальше отдельная история. Отдельная история по эфиру. Смотрите. Пять стихий мы имеем в китайской традиции, в тибетской традиции. В итоге и в греческой было пять стихий. То есть, куда потерялся эфир, вот это, конечно, вопрос. И мы будем говорить о роли пятой стихии. То есть, она будет иметь центральный характер. Так же, как имеет центральный характер земля. Вот в китайских стихиях. И, кстати, здесь очень можно порекомендовать. Вот в Тибете, кстати, в Тибете. В Тибете там пять стихий, из которых четыре. Это наши четыре. Вот воздух, вода, огонь, земля. В Китае там сложно коррелировать. Там дерево, металл. Хотя тоже можно корреляцию делать определенную. Вот. А вот в Тибете, пожалуйста. Там огонь, вода, воздух, земля и пространство. То, что у греков был эфир, в Тибете пространство. И есть очень неплохая книжка, автор Тэн Дзин Ван Гьяо. Исцеление формой, энергии, цветом. И там идет речь об этих четырех стихиях. И с точки зрения медицины, и кармической астрологии. И очень понятно описывается роль пространства, как объединяющая стихия. Вот поэтому мы будем говорить о том, как определить стихию эфир в карте. За что она отвечает и как она работает. То же самое, смотрите, вот, пожалуйста, роль Солнца. Да, роль Солнца, она же тоже в Септенере является центральной. Это некий общий такой хилек, даритель здоровья. Это такой джокер, джокер в колоде. Поэтому он может заменять любую планету. Вот. И то же самое тема эфира в стихиях. Да, пятая центральная, солнышко центральное. Она, Солнце, всегда присутствует в паре антагонистов, как балансирующий фактор. Между Венерой, Марсом, Меркурием, Юпитером, Луной, Сатурном. Вот. Поэтому вот этот центральный элемент, как Солнце, так и эфир, о нем тоже, конечно, будет речь. Как точно определить преобладающие стихии? И это даже не за 10 и не за полчаса. И это мы учим на курсе первом. Там несколько занятий уходит на это. Не так просто. Не так просто. Вот. Ну, поэтому я там частично об этом скажу. Вот. Дальше. Дальше восьмой принцип. Восьмой принцип. Восьмой принцип соответствия планетарных принципов и физических процессов в организме. Это тоже вот как бы мы имеем какую-то схему, да, вот, которую прочитали там по медицинской астрологии, которая переходит из журнала в журнал. Вот. Все мы ее знаем, да. Овин, голова, там, телец, шея, там и так далее, и так далее. И рыбы, соответственно, рыбки вот пойдут эти ступни. Вот. Но, смотрите, дальше вопрос. Вот, внимание, вопрос. По какому критерию определяется соответствие головы знаку Овна? Вот простой-простой очень вопрос. Есть ли здесь функциональное соответствие? Вот. Какие функции головы у человека в организме? Явно, что не гвозди забивать, да, и не двери открывать. То есть, не Овновские функции. Понимаете, в чем дело? То есть, там у нас центральная нервная система. Вот. Там у нас, соответственно, функции управляющие, внимание, да, управляющие центральной нервной системы, мозг, с которыми Марс связан в меньшей степени, чем там Юпитер, например, и Сатурн, о которых мы уже говорили. Вот. Поэтому, вот возникает вопрос. А что мы смотрим, когда мы берем эти части тела по вот такой схеме? Вот. В нейрографике цвета по стихиям, как цветам. Здесь тоже, вот смотрите, внимание. Вот. Очень полезно, очень полезно, что делать? Очень полезно брать разные традиции, многовековые, тысячелетние, у которых есть свои сочетания цветов там, да, и органов, звуков и органов, и так далее. И нумерологии свои. И везде это будут разные системы. Например, я беру манихейскую, вот манихей был, да, было его учение, манихея, вот там, в средние века. И там, например, вот мы все знаем сочетание планет с металлами, да, Венера, медь, железо, Марс. А там, пожалуйста, соответственно, идет, наоборот, Венера, железо, а медь, Марс. Это традиция, которая там тоже работала каким-то образом. Вот. Если мы берем нумерологию, в свое время выходила такая книжечка, в одной книжке китайская нумерология, индийская нумерология, еще какая-то. И там совершенно разные сочетания чисел и, соответственно, там, качеств. Вот. Вот. Обратите внимание на разницу соответствий. Вот. Это должно, как бы, привлечь внимание и разобраться с этой причиной. Поэтому тоже цвет, когда вы говорите, конечно, ну, у нас есть цветовой круг Ньютона, цветовой круг Геты, цветовой круг Иттена, которым пользуются все дизайнеры сейчас, на сегодня. И у меня в курсе есть, да, распределение тоже по цветам и стихий, и планет, вот, с которым мы работаем, и как бы оно имеет и обоснование, и прочее. Все это есть, все это есть, да. Для кого-то голова, что бы есть Ньютона, да, да. Вот. Поэтому вот эти вещи, они вызывают вопросы. То есть здесь я как раз даю темы, которые вот желательно более широко. И не брать просто информацию тупо и не понимать, о чем она. Дальше соответствие знаков зодиака и меридиана в традиционной китайской медицине. Это будет. Это все будет. Вот. Дальше. Ну вот смотрите, то, о чем я вначале сказал, да, вот учет дополнительных факторов определения дисбаланса показателей. Вот то, что мы вначале сказали, пол, этнос, возраст, внешние данные, срок беременности, синастрия. Вот, пожалуйста, факт. У северных народов, финнов, саамов, коми, чук, ческимосов, хатов и ненцев, ген, отвечающий за регулирование холестерина, вот как к теме холестерина, в крови, встречается в 20% случаев, в то время как у южных народов этот показатель не превышает 5-7. То есть смотрите, насколько важным является учет происхождения человека, его этнической принадлежности, потому что это совершенно вообще разные истории и разные рекомендации, и совершенно по-разному работает в данном случае с точки зрения холестерина, потому что на севере без холестерина, если бы вы знали, сколько чукча кушает этих жиров, да, вот, то обычный человек бы этого просто не выдержал. Их нельзя сравнивать. Вот, основа пищевого рациона северных народов составляет мясо животных и рыбы, но при этом показатель содержания холестерина гораздо ниже, чем у европейцев, которые употребляют в разных местах мясной пищи. Вот такие факты, пожалуйста, надо хотя бы принять к сведению, надо понимать, что вот как же так, он съел столько жиров, и у него ниже холестерин, чем у европейцев, которые совсем там мало ест мясо. То есть, это информация очень, овен, оболочка головы, а не сама голова, больше лицо. Ну, здесь можно по-разному, да, говорить. Я просто встречал, скажем, есть такой автор Жак де Лангер, это французский, по китайской медицине, ну, не только по китайской, книжечка называется До Ин, китайский массаж. И там говорится о том, что тема тоже дается меридиан, соответственно, то есть пространственное расположение знаков с точки зрения положения относительно Земли. И, как бы, ну, я так не все вспомню, то есть если человек падает, то тема падения вот головы, да, и удара об землю, она наиболее сильная. То есть это наиболее напряженная часть тела по высоте, по высоте от Земли, соответственно, потенциал падения и удара достаточно здесь, получается, высокий. Вот, если Солнце возгнание, Водолеев, показатель плохого здоровья, один из элементов показателей, там много-много чего. Ну, конечно, конечно, сердце смотрим, да, и поджелудочную, поджелудочную. Вот. Так, и при определении баланса учитываете ли Вы высшие планеты, или только приоритет септендера. Там идет приоритет септендера, я учитываю высшие, но мы учитываем их не только по положению в знаках, там, соединение с асцендентом, Солнцем, Луной, даже с точкой Пиригеи. Там материал накопился очень интересный. Вот. В Китае императору невесту подбирали, конечно, чтобы не... Ну, умные люди, умные люди. Кстати, китайская традиционная медицина, в общем-то, в мировой, в общем-то, такой практике, ну, на первом месте находится. Поэтому китайцы, да. Так. И вот последние два пункта. Одиннадцатый. Правила определения соответствия астрологических показателей, диагностируемых в западной медицине. Определение функциональности. Ну, вот здесь я буду говорить в курсе о том, как же все-таки определить связь заболевания. Там же у нас огромное количество, если Вы откроете медицинскую энциклопедию, да, вот, или органы, или анатомию, физиологию, учебнику. Там же толстые учебники. А у нас на все про все 12 знаков и 7 планет. Так вот, вот здесь написан ключ, написан секрет. Как мы это будем делать? Мы во всей этой огромной статье про тот или иной орган находим там буквально одну-две строчки про функцию этого органа. Нужно найти в статье об органе или системе функции. И когда мы нашли функцию, то вот уже функцию соотнести с планетой будет гораздо легче. Гораздо легче, и мы тогда будем вот идти таким путем. И определение причин заболевания, рекомендации по коррекции, прогноз возможных периодов обострения. Да, вот кто будет присутствовать на курсе, соответственно, примеры я там буду выбирать, которые наиболее, скажем, интересные будут и для нас наглядные. Вот, и кроме, что нам нужно, желательно, конечно, точные карты, ректифицированные, да, то есть, ну, все-таки, точка асцендента, особенно если там планета очень важна к соединениям. Нам нужны желательно точные диагнозы, вот, и, соответственно, если есть периоды, время, дата диагноза, диагностики, даты обострений или хотя бы периоды, когда началось, потому что мы будем добавлять карты разворотов временных и, соответственно, это все подтверждать, смотреть, они будут уже такими. Вот, это вот то, что касается, соответственно, соответственно, вот теории, да, 12 пунктов, ну, это примерный такой план, то, что будет. Вот, то, что будет, вот, соединение Марса-Венера, Урана-Вальвея, заболевание крови, ну, как один из факторов, да, один из факторов, в контексте, все, вот, еще раз, самое главное слово, контекст, контекст, контекст. Нельзя, нельзя, вот, вырывать информацию из контекста. Карта ректия, ну, хорошо, хорошо, хорошо. Вот, хорошо, ну, и вот, смотрите, сейчас, внимание, сейчас я дам разбор примера, но я, особенно здесь вопросов, может быть, много, вот, но я просто покажу, как работает, ну, скажем, последовательность, да, и какие показатели идут, идут, а подробности все уже будет, будет, все-все данные там, по-моему, будут выкладываться в комментариях, там администратор ответит на эти вопросы. Вот, вот, можно рассматривать все, да, любые вопросы, пожалуйста, здесь не ограничено, не ограничено. Вот, хорошо, ну, теперь, еще раз говорю, внимание, я сейчас покажу метод, как это делается, но, поскольку мы еще не проходили, то он будет так немножко, вот, скажем, с забеганием вперед, да. Так, хорошо, значит, вот пример следующий. Вот, вот, и вот, что мы начинаем, да, внимание, я просто сейчас буду комментировать, последовательность, то, что там используется, это отдельно, то есть, начинаем, что мы берем информацию из энциклопедии медицинской, да, или, вот, из, соответственно, текста уже, которые официально это описывает заболевание. Сидром раздраженного кишечника представляет особое состояние, связанное с периодическими болями, вздутиями живота, нарушениями стула, расстройство может возникать с определенной частотой, спонтанно и всегда становится причиной выраженного дискомфорта. Так, ну, то есть, мы читаем и что-то может в итоге включиться как связь, а может нет. Дальше. Синдром представляет собой нарушение, вот это уже интересно, да, двунаправленной связи между кишечником и мозгом через ось кишечник-мозг и имеет био-психо-социальную этиологию. Вот, то есть, уже возникает пара, да, антагонизм. У нас как раз в паре все планеты включены знаки. Дальше. Инфекции и ранее неблагоприятные жизненные события могут предрасполагать человека к развитию этого синдрома, а хронический стресс, психологические факторы могут увеличить частоту и тяжесть симптомов. То есть, внимание, карта, вот, хотя и выведена на экран, но мы не торопимся туда сразу быстро заглядывать. У нас должна быть выработана стратегия. Еще раз, первое, что мы берем описание болезни из справочника, да. Дальше. Сначала синдром раздраженного кишечника. Вот, теперь смотрите, что мы там нашли. Вот, на что мы обратили внимание в предыдущем слайде, что идет связь заболевания с психическим уровнем, да, то есть, как говорится. Вот, я просто буду называть те категории, которые у нас используются в натальной карте и в медицине. Если идет связь заболевания с психическим уровнем, то мы смотрим баланс устойчивости. И огонь, земля, огонь, земля будет отвечать за физику, за тело и неустойчивости, воздух, вода, психика. То есть, если у человека выражена воздух, вода, тогда у него психическая активность выше физической. Тогда у него гораздо больше идет перегруз психического начала, чем физического. Вот, и это может давать, соответственно, те или иные уже нарушения этой деятельности. Вот, смотрим карту, теперь смотрим карту. То есть, это у нас вот то, что заложено в теории, поэтому я привел эти фразы. В неустойчивости, вот неустойчивость, еще раз, воздух, вода. В неустойчивости у человека шесть планет Септенера. Вот, пожалуйста, Солнце в близнецах, Меркурий, Венера, Сатурн. Четыре планеты в близнецах. Пятая планета Марс в воде. То есть, воздух, вода, вот она неустойчивость, да. Шестая планета в воздухе, Водолей, Водолей и Юпитер. И только одна планетка в Земле, Луна. Понятно, что здесь идет очень сильный дисбаланс, очень, да, шесть планет против одной. Дисбаланс сильный, психическая против физической. Прошлой жизни, ну вот здесь я еще раз скажу, что здесь тоже требуется, конечно, материал, который будет теорию-то давать. Но я просто пока называю позиции. Прошлая жизнь связана с точками лунной орбиты. В нашей концепции ситуация следующая. Опять же, для обоснования требуется, там, как минимум, тоже занятие. То есть, восходящий лунный узел – это ситуация социальной реализации в прошлой жизни. Вот здесь самое главное отличие от концепции, которые идут в других учебниках. Когда говорят, что восходящий узел – это будущее, то здесь мы делаем такую позицию. Я говорю, что здесь много можно сказать и показать, и аргументировать. Это целое занятие. Но коротко, если говорить, что восходящий узел показывает будущее прошлой жизни. В английском языке есть такое время – future in the past, то есть будущее в прошлом. Вот это как раз ситуация будущего, но не нынешнего будущего. Нынешнее будущее – это НЦ. А будущее прошлой жизни – это восходящий узел. У нас очень много было студентов в группах, когда мы занимались кармической астрологией, рассматривали по натальной карте, по точке лунных узлов, во всей карте, предыдущую интернацию. И те, кто проходили… Я брал тех студентов, которые проходили сеансы регрессии. Я говорю, молчите, не говорите, что вы там узнали по прошлой жизни. Мы начинаем раскручивать эту тему точек лунной орбиты, и потом говорим, а вот теперь вы скажите, что вы узнали на регрессии. И результаты стыкуются. А точка перигея – это оппозиция черной луне, апогея перигея. Точка перигея соотносится у нас символически с точкой асцендента, и она показывает психотип, который был у человека в прошлой жизни. Так вот, мы их добавляем обязательно всегда в анализе натальной карты, и в медицине в данном случае тоже. Что получается? В прошлой жизни восходящий, я пишу Раху, это восходящий лунный узел, просто слово короче, да, индийское название. В Козероге диспозитор в Близнецах. Опять пришли в Близнецы. Там очень интересно, когда мы анализируем карту, как переходит данная прошлой инкарнации в нынешнюю, там, вот с учетом этих точек, и с учетом личностных точек 10-го дома. Это отдельная история, очень интересная. Перегей в Близнецах, то есть психотип прошлой жизни и психотип нынешней, они, по сути, дублируются. Это говорит, конечно, о очень сильной инерционности. Вот когда у нас эти точки попадают, то болезнь приобретает вот этот инерционный хронический характер. Но и, кроме этого, у нас подтверждается дисбаланс устойчивости-неустойчивости. То есть перегруз психики был и в прошлой инкарнации, и в этой. В этой жизни МСФ-9, диспозитор Меркурий опять же в Близнецах. То есть, ну, управитель, вернее, 10-го дома, я пишу диспозитор МСФ, хотя, короче, понятно, Альмутен там 10-го дома тоже в Близнецах. Вот. В прошлой жизни также выражена неустойчивость. Нас здесь интересует именно вот это. Вот, что будет предполагать инерционность и, соответственно, хронический характер заболевания. В итоге психическая активность выше физической. Близкие связи со средой, повышенная чувствительность. То, что это дает отождествление сильнее, чем далекие связи с близкими, да, то есть тема Близнецы заполненная, более чем далекие связи, связанные с отстранением. То есть у человека идет очень сильная, ну, это зона ребенка, если мы будем еще говорить по уровням, то, что я давал в середине занятия. Вот. Еще более точно смотрим. Значит, у нас в неустойчивости две стихии. Воздух-вода. Более точно смотрим. В воздухе пять планет. Сильнее Земли в Земле одна планета. То есть не просто неустойчивость и устойчивость, а более точно воздух-земля. Вот. Вздутие, метеоризмы – это вот как раз повышенное газообразование, это тема воздуха. И более точно именно Меркурия. То есть процессы брожения. Вот эти знаки, близнецы, рак, лев, дева, вот этот нижний уровень, это зона с ЖКТ связанная, это зона связанная там с закислением, и она связана с процессами брожения. Поэтому людям, у которых выражены знаки Меркурия и Луны, там Солнце, им вот надо аккуратнее быть с процессами брожения, потому что они с продуктами брожения. Вот. Еще более точно. Близнецы – четыре планеты, включая Солнце, а противоположный знак, то есть мы берем качели, да, противоположный знак Стрелец, ни одной планеты, Септенровской, Септенровской. И кроме того, там Черная Луна, да, вот и средняя, и истинная. Я беру обе точки. И в итоге ось, если мы берем кишечник-мозг, это вот ось Меркурия и Питера, о котором говорилось вот в обводной этой статье. То есть получается действительно, самый главный дисбаланс в ситуации описанного заболевания, который еще подразумевает связь с мозгом, это действительно дисбаланс знаков Близнецы-Стрелец. Близнецы-Стрелец – раз, воздух, земля – два, и неустойчивость, устойчивость – три. Вот. И отсюда будут рождаться, соответственно, отсюда будет рождаться эта программа СОТИС. СОТИС. Вот. И в итоге здесь будут рождаться, естественно, рекомендации. Ну, о них чуть-чуть позже. Вот так же смотрим уровни Зодиака. Пожалуйста, вот то, что я говорил. Стрелец-Козерог-Водолей-Рыбы – это уровень родителей, это если брать там по психотипам еще. Это центральная нервная система. Близнецы Раклиф-Дева – ребенок – периферическая нервная система. То есть, близнецы Раклиф-Дева – два светила, плюс Меркурий, который управляет этими знаками. Вот. Это периферическая нервная система. А еще более точная – вегетативная. Поэтому люди, имеющие выраженные близнецы Раклиф-Дева, вот все четыре знака – близнецы Рак, Лев, Дева. Вот то, что у нас было отмечено. Они, соответственно, имеют повышенные вот эти функции вегетативные. Вегетативное расстройство реакции. Уровень ребенка вегетативной нервной системе – четыре планеты, включая Солнце. Уровень родителя. А родители – это Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Юпитер и Сатурн. Здесь одна планета. Этот дисбаланс тоже включает повышенную чувствительность и слабую стрессоустойчивость. Слабую. На уровне вегетативной нервной системы вот этой близнецы Раклиф-Дева рассмотрим баланс ее подсистем – симпатики и парасимпатики. Симпатика, парасимпатика. Здесь мы опять берем кусочек текста из, соответственно, медицинской энциклопедии. Это подсистемы, вегетативные нервные системы человека, которые регулируют внутреннюю деятельность организма и отвечают за приспособительные реакции позвоночных, включая человека, конечно. Симпатическая нервная система. Извините, просто нагрузка большая. На связке. Симпатическая включается у человека как реакция на любой стресс. Симпатик стресс. Расширяется зрачок, ускоряется сердцебиение, замедляется пищеварение и перистальтика. Все это нужно для того, чтобы вы были готовы реагировать на внешний раздражитель. Парасимпатическая включается как успокоительная, когда внешняя угроза уже миновала. Парасимпатика – покой. Занимается сужением зрачков, замедлением сердцебиения, сокращением мочевого пузыря и так далее. Симпатика в карте у нас… То есть симпатика, как две педали, можно в автомобиле – газ, тормоз. Симпатика в карте – контекст, мы берем, опять же, это Ян, воздух, огонь. Парасимпатика – Инь, вода, земля. Теперь мы берем начало, если мы рассматриваем симпатику, парасимпатику. На уровне ребенка – это Меркурий и Луна, если мы берем именно вот эту часть вегетативной нервной системы, периферической. И здесь понятно, что тема Меркурия сильнее, чем тема Луны, которая может тормозить, давать парасимпатику. В карте в Янских знаках 5 планет, в Иньских – 2. То есть огонь, воздух – 5 планет. Вот это у нас, опять же, 4 планеты в Близнецах и одна в Водолее. А Иньские – Марс в воде, в рыбах, и Луна в тельце, в земле. То есть, опять же, 5 против 2. Ясно, что здесь тема симпатики, она будет преобладать. Поэтому тема, связанная с синдромом раздраженного кишечника, мы там еще в конце дам рекомендации, это высокая чувствительность, это самый частый вариант, это действительно Меркурий, который сильнее и Питера, и воздух сильнее Земли, и именно уровень ребенка. Уровень ребенка дает синдром раздраженного кишечника, Близнецераклиф Дева. А там уже дело за малым, понятно, мы аспекты сейчас еще посмотрим. Это уже будут триггеры. Второй – дискинезия желчеводящих путей. Нарушение оттока желчи от печени по желчеводящим путям, пузырю и протоку пузырну. Наиболее частая причина, вот смотрите, вот читаем, я прям подчеркну, наиболее частая причина – вегетативная дисфункция. Вот то, что мы только что рассмотрели в предыдущем слайде. То есть симпатика выше парасимпатики, и вегетатика очень сильно включенная. Эти люди, кстати, вот, кстати, раньше это называлось вегетососудистой дистонии, сейчас этот термин убрали, потому что он неполный. Вегетатика не только сосуды затрагивает, она затрагивает вообще реакции на весь организм. И называется на сегодняшний день это заболевание не вегетососудистой дистонии, а соматоформное расстройство. Поэтому это головная боль терапевтов. Когда приходит этот вегетатик, вот близнецы Раклифдева, вот, говорит, я все умираю, у меня все плохо, все болит, причем это реально, он не придумывает. Вот, врач посылает на анализ, анализы все нормальные, хорошие. Он говорит, не придумывайте, ерунда. Он говорит, нет, реально. Ну, врачи это знают. Вот, вегетатика. Обычно это ЖКТ, тоже расстройство, вот, как здесь кишечника. Вот, и они тоже это знают. Иногда посылают там к психотерапевтам. Вот, значит, дальше. Поэтому вот вегетативно все совпадает, что у нас там посмотрели. То есть это будут связанные процессы. Лямблии, ну, лямблии это уж Меркурий пошел, да, лямблии в печени, конечно. Здесь однозначно пойдет кошечки, собачки у детей. Вот вам и лямблии, пожалуйста. Вот, Меркурий, Меркурий дает вот эти все микроорганизмы, конечно, собирает. Конечно, да, во-во-во-во, это вегетативное. Поэтому тема лямблии, это Меркурий. Вот, и они будут здесь. Значит, синдром раздраженного кишечника представляет собой нарушение, оно, это мы уже писали, да, это уже было. Печень, желчный пузырь, мозг, это уровень родителей. Вот здесь у нас не только будет желчный пузырь, с темой эпитера связан, и печень, и мозг. Вот, это стрелец, козерок, водолей, рыбы. То, что у нас, вот, слабо выраженное. Кишечник, поджелудочная железа, это уровень ребенка. Там еще у нас была поджелудочная железа, да, то есть это тема конкретно льва. Льва, который у нас здесь тоже пустой. То есть вот даже на уровне ребенка мы будем смотреть этот баланс. Поэтому, естественно, что тема, и понятно, что повышенные, скажем, эмоциональные впечатлительности, нервозности, вегетатика, он будет давать, конечно, отражаться и на работе поджелудочной железы. То есть инсулин, поджелудочная железа, солнышко. Когда человек любит себя, когда он творит, когда у него нормальная самооценка, незаниженная, ну и незавышенная, конечно, вот тогда, а когда человек любит больше других, чем себя, тогда инсулину уже сложно, сложно вырабатываться. Вот. Вот поэтому кишечник сказали, имеем выраженный дисбаланс в сторону ребенка. Ну, опять же, повторяем эти данные. Более точно знак стрелец, слабее знака близнецы. Еще раз дублируем эту информацию. И в стрельце черная луна, тоже это я сказал. Общий показатель возможной патологии в организме Марс и Сатурн. При Янской карте смотрим Марс. Марс у нас в рыбах. Вот у нас карта Янская, то есть воздух, активная стихия. Вот. И смотрим, как я и писал раньше, Марс. Вот. И Марс, соответственно, в рыбах. Вот она печенка. Ну и здесь же головной мост, центральная нервная система. То есть вот в списке риска, да, мы же, когда будем определять эти риски, то там будет ряд систем, не один только. Потому что символ один, а заболеваний ног. Сатурн в близнецах, ЖКТ, вегетативная нервная система, сердечно-сосудистая система. Это тоже вот все в зоне риска. Вот. Точки лунной орбиты предполагают хронический характер заболевания, восходящий узел в близнецах. Вот. Есть такое. Значит, поликлиника стонала, часть женщины ходит. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас я аспекты скажу о позиции. Да. Мало, конечно, мало. Здесь вот, здесь все есть. Бывает даже планета, одна стоит в обители. Да, и вот, если человек, например, посмотрит, например, посмотрит на планету в обители, одну скажет, здесь все в порядке. А в противоположном знаке будет тоже стоять планета в обители и еще 2-3 планеты септенера. И до свидания вот эта планета в обители. Понимаете, в чем дело, да? Там будет у человека Сатурн там в Козероге, а в Раке будет и Луна там, и Солнце там, и Венера, и все, и Сатурн в Козероге, и до свидания. Здесь же все определяется по весовым категориям. Вот о чем речь. Вот. Сырка и проблемы с желчной имеют наследственные. Ну, да-да-да. Так а вот здесь, пожалуйста, восходящий узел мы говорим о том, что предполагают хронический характер за счет лунного узла. Однозначно. Вот аспекты, пожалуйста. Напряженные аспекты фактора стресса в организме. Вот сначала берем синдром кишечника. Меркурий мы определили. Вот выписываем все аспекты, которые являются уже такими триггерами теперь. То есть мы двигаемся еще раз от общего к частному. От общего баланса от начала к стихиям и потом к знакам. Да, то есть неустойчивость-устойчивость. Воздух-земля. Близнецы-стрелец. И теперь берем Меркурий и еще смотрим, какие у него аспекты. Соединение с Венерой, Сатурном, Перигеем, Орбис 1-2 градуса. Значит, там градусы, может, кому-то не видны. Я скажу, Меркурий 21 градус, Перигей 22, Сатурн 23, Венера 23. Два градуса. Это аспекты, как я говорил, напряженные. Вот. Лунный узел в Близнецах. Перигей, прошу прощения. У нас в Близнецах управитель Перигея. Он лунного узла. Ошибся. Ошибся. Спасибо. Да-да-да. Вот. 100 градусов синтагон к Плутону. Вот то, что я говорил, очень важно. Орбис 1 градус. Вот у нас Меркурий 21. Вот, соответственно, у нас Плутон 2 градуса весы. Их, кстати, 80 и 100 очень легко визуально определять. Да, мы плюс-минус 10 градусов. То есть, вот Меркурий 21 Близнецы, квадратура пойдет 21 Девы, да. 21 Девы. И 10 градусов с орбисом 1. Вот он, Плутон. Он здесь не нарисован. Я обычно визуально смотрю уже. Это легче так определять. Вот. 90 градусов к Марсу. Орбис 5-7 градусов берется, да. Вот Меркурий, вот он Марс, пожалуйста. Ну, вот этот аспект можно считать. Машина программы не рисует. Я настройками не занимаюсь, потому что все равно ты не настроишь никогда так, как тебе нужно. Программа не учитывает через границу знака, программа не учитывает там контекст карты, силу карты. Поэтому эти орбисы это все очень индивидуально. Вот эта квадратурка, конечно, Марс-Меркурий, она здесь будет такой базовый. Вот. Дальше Луна. Да, к Луне смотрим. 90 от Юпитера. И вот Солнце, да, то, что смотрели, 180 Нептун. Да, вот этот балансирующий аспект, конечно, да, то есть теперь смотрите, в итоге, сейчас там на следующем слайде уже рекомендации, вот, что нужно человеку будет. Ну, и в Нискинзии желчеводящих путей Юпитер в Водолее. Кстати, желчный пузырь, забегая вперед по китайским меридианам, это как раз Водолей. Желчный пузырь Водолей. Вот. И вот, пожалуйста, квадратура идет в знак желчного пузыря. Ну, плюс Юпитер связанный, понятно, секреции желчи. Вот. Нептун в Стрельце к Солнцу, вот, и Нептун тоже, как планета, связанная с работой печени желчного пузыря. Там, опять же, контекстом будет выступать вот этот сектор, да, родителя. И 100 градусов к Марсу в рыбах. Синтагон. Дома. Дальше мы добавляем дома. Вот мы идем так последовательно и потом сетку домов смотрим. Стеллиум в Близнецах на Куспиде восьмого дома. Вот, Куспид восьмого дома. То есть, фактор, понятно, стресса. То есть, у человека, то есть, восьмой дом, дом нагрузок, дом стрессов. И, соответственно, по какой теме? По теме, опять же, Меркурия, по теме, близких контактов, мышления, ментала, коммуникации. Вот это все будет попадать в ситуацию еще и больших нагрузок. Поэтому вот она, стрессовая ситуация пошла. Луна в шестом доме. Вот она находится в шестом доме. Венера, управитель шестого дома, Альмутен в восьмом. Венера в восьмом. То есть, повышенная нагрузка от внешних обстоятельств. Опять же, давайте вот здесь скажем про шестой дом. Почему у нас шестой дом связан с болезнями? Тоже такой вопрос, о котором интересно задуматься. А что такое, казалось бы, меркурианский? Но это дом, который символически соотносится у нас со знаком Девы. И знак Девы, это достаточно повышенный уровень. По психологии, они там трудоголики. То есть, там практически повышенная рабочая нагрузка. Планеты, попавшие в шестой дом, они практически эксплуатируются, как эти самые при капитализме, рабочие, без восстановления. То есть, планетам, попавшим в шестой дом, требуется волевым способом включать периоды релаксации. Они в организме не имеют восстановительного периода. Поэтому тема шестого дома по двенадцатому дому что идет? По двенадцатому дому у нас идут психические нагрузки большие. Если у человека двенадцатый дом заполнен, а при этом мы смотрим в космограмму, а в космограмме нет воды, а в космограмме рыбы пустые, обязательно мы сравниваем соответствующий знак. То есть, двенадцатый дом и соответственно рыбы. То для человека это вообще он вообще он он дева, например, рыбы пустые, а дева пропала в двенадцатый дом. В итоге человек ни во что не верил, ни в какие тарелки, они к нему прилетят на балкон, скажут привет, полетели с нами. Человек Натсом сказал, у меня Венера и Плутон, бедная моя кожа, да, 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 Венера, Венера, да, 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 да. Вот, ну вот, и последний слайд рекомендаций, да, пожалуйста, значит, вот, пожалуйста, слабая устойчивость, то есть, нет огня земли, да, выраженного, больше воды и воздуха, то есть, мы противопоставляем эти пары стихий, значит, нужно повышать самооценку, то есть, самооценка повышена огонь земля, это индивидуальная стихия, независимость, а воздух, вода, занижена. Второе, слабый уровень взрослого, Марс, Венера, вот у нас вообще он пустой, Овен, там одна Луна, Овен, Телец, Весы, Скорпион, вот этот средний уровень, где у нас идут гендерные планеты, Весы, Скорпион, Септенеровских планет нет, Овен, Телец, только Луна. Поэтому, пожалуйста, вот он включается физическими упражнениями, которые идут, я более подробно на курсе буду давать, прогибы тела вперед-назад, вот, если мы прогибаем тело назад, рыбка, мостик, это мы даем Марс, если мы делаем наклоны вперед, забрасываем ноги, лежа на спине, за голову, касаясь носками ног, пола за головой, это у нас пошла Венера, мы открываем поясницу, открываем грудную клетку или открываем поясницу, вот здесь и то, и то требуется включить, это тема партнерских отношений. Третье, слабая стихия земля, соответственно, земля у нас на уровне, если упражнение брать, это у нас руки, вот, связанные с дыхательной системой, и вот обратите внимание, у воздушных, у кого преобладает воздух, в большинстве случаев слабые руки, у воздушных людей, психотипов, у кого много воздуха, слабые руки, руки, земля, зато у них сильные ноги, они как эти травоядные животные, бегают, щиплют травку целый день, вместо того, чтобы просто съесть кусок мяса и заниматься другими делами, да, вот, тема, упражнения на плечевой пояс, руки, эспандер плечевой, тренажеры, упражнения с прогибом тела назад, рыбка-мостик, вот это пойдет земля, по планетам это Марс, по стихиям это земля, и нужны анаэробные виды спорта, то есть если у человека воздух, вот я только что говорил, выдох длиннее вдоха, в начале занятия показывал, да, когда человек говорит, вот, и человек такой много говорит воздушный, значит, анаэробные, это где идет задержка дыхания, где не аэробика, а анаэробика, то есть плавание, там идет, во-первых, нагрузка на руки, плечевой пояс, больше, чем на ноги, и идет задержка дыхания, тяжелая атлетика, нам нужна тяга, тяжесть, если человек воздушный, ему нужно включать тему тяжести, но все это, конечно, на уровне ЛФК, то есть не надо сразу человека посылать в тренажерный зал, это все ЛФК, под наблюдением врача, вот, дыхательные упражнения, задержка дыхания после вдоха, ну, или вот, можно вспомнить здесь кучу этих техник, которые у нас есть, там и Фролов изобрел этот дыхательный аппарат, что он там изобрел, это уже все тысячу лет известно, что там дышать через воду, эту трубочку, вот, пойдет для легочников, боже мой, я сам легочник, мы когда, я помню это свое детство, мы там дышали в трубочку, и там шарик был, который надо было держать на весу, что там Фролов изобрел, непонятно, ЛФК, лечебная физкультура, пубутейка, там по Стрельниковой, там все это уже давно известно, можно бы делать просто задержки дыхания, вот, питание, наличие белков, белки, белки это строительный материал, это земля, энергию дают нам углеводы, жиры дают, скажем, запасы энергии, да, на случай какой-то, а белки строительный материал, это земля, более точно Сатурн, жиры Венера, белки Сатурн, повышение самооценки на материальном уровне должно быть, потому что у человека при воздухе, понятно, он книжки читает, он бегает, вот, и материальная мотивация низкая, слабая стихия огня, творческая деятельность, слабый уровень родителя, пожалуйста, вот, вот, и вот возвращаясь к этой оппозиции, когда она будет включаться, она же не будет включаться, потому что планета вот эта слабая, да, когда мы говорим про аспекты, то они же тоже не все вот прямо ровненько работают, мы смотрим, какие планеты сильные там или слабые, вот, поэтому программы личностного саморазвития, упражнения на гибкость и растяжение мышц, у нас есть три группы упражнений, это есть вот растяжения силовые, это Марс Венера, кардио, кардио, это будет ходьба, это нижняя часть, и гимнастики растяжения, это Епитер, кстати, у всех меркурианцев, у вас сильный Меркурий, у них короткие мышцы, и им трудно делать упражнения на растяжение, поэтому вот, пожалуйста, еще с точки зрения физики, для того, чтобы включить Епитер, надо делать упражнения на растяжение мышц, вот, гуттаперчевые будут как раз Епитер, а короткие мышцы будут у Меркурия, ну вот, вот практически, на сегодня мы закончим, сколько мы там занимались, да, два с половиной часа, я думаю, что достаточно, повысить, как повысить самооценку, это очень сложная задача, понимаете, то есть, тема, здесь, она включает же, вот этот баланс мотивационных центров, да, просто она может, конечно, включиться, когда уже край наступает, и то не всегда, то есть, но это уже работа, скажем так, психолога-психотерапевта, вот, с темой самооценок, вот, но, но в целом, здесь можно дать фитотерапию, да, когда у человека, немножко биохимия будет изменяться за счет трав, можно включить там другими способами, можно включить, человек пойдет заниматься физически, у него пойдет рост мышц, честное слово, у него уже будет тема рефлексии ниже гораздо, однозначно, потому что голова и тело у нас антагонисты, вот, спасибо, спасибо вам, спасибо, да, ну, вот, так что, вот, ну, когда, когда, когда так баланс не выражен, тогда мы подробно смотрим карту, еще раз говорю, да, то есть, мы, это, сегодня такое было очень шапочное, скажем так, информация шапочная, потому что все это, ну, требует подробностей, больших подробностей, вот, ну, там, отличается, там, количество практики, может быть, там, какими-то еще дополнениями, там, вот, так что, вот, хорошо, спасибо, спасибо вам, спасибо за интерес, за внимание, потому что материал, может, такой необычный, и не совпадающий с традиционным, вот, ну, я думаю, что будет, да, когда планируется течение, а, ну, это, не ко мне вопрос, все, тогда будем завершать, спасибо, и кто придет, до встречи, до встречи, на, соответственно, курсе. Спасибо.